Меня зовут Лина Сидорова, со мной вместе сегодня вебинар будет вести Маша Ярцева, что я, что Маша являемся преподавателями в школе Сиджелаб, ведем теперь два курса по две стороны баррикад получается. Я про фото-маширеализм, а Маша про казуал. И на эту тему мне бы хотелось на самом деле сделать упор и в том числе по поводу всяких стилевых особенностей поговорить и все такое прочее. Мы сегодня собрались вообще на тему Сиджелаб Дейли Стрим у нас называется. То есть мы будем подводить итоги дейликов, подводить всяческие итоги, в том числе я посмотрю склейки некоторые, и будем отвечать на самые интересные вопросы и обсуждать, собственно говоря, эту тему. По поводу, кстати, курсов наших, что мой, что Маши, мой следующий поток будет в мае, а у Маши в августе-сентябре. Так что записывайтесь, если хотите на них пойти. Так, еще, кстати, из таких небольших анонсов школы, буквально через пару-тройку недель мы запустим новую серию туториалов 3D для 2D. Вот тут у нас есть такой логотипчик, тизер. Практически все виды вот этих программ, которые только можно придумать сочетание для художников, будем там использовать. Мне кажется, будет очень крутая тема, но пока что подробно рассказывать не буду. В любом случае, следите за нашими обновлениями в ВКонтакте, Фейсбуке, Телеграме, Инстаграме, Ютубчике. Даже на арт-станции у нас есть теперь этот профиль. Все можно найти, загуглить просто CG Lab, либо на сайт, может, заходить. Так, на этом минутка рекламы у нас закончилась. Собственно говоря, дейлики. Тем, кто вообще не в курсе, что это такое и как он тут оказался, дейлики – это наш челлендж, который мы придумали, ну, получается, с февраля у нас идет, февраль, ноябрь, декабрь и март. Уже несколько месяцев некоторые даже кочуют из челленджа в челлендж и прям все 4 месяца подряд рисуют без одного дня пропуска. Челлендж состоит в том, что мы создали закрытые чарты, закрытые группы, в которых в тесной компании люди объединяются и могут рисовать каждый день. Мы туда добавляем всякие интересные штуки, типа квестов, интерактивов и соревновательные, в общем, элементы. Все это довольно весело. У нас следующий дейлик будет челлендж в апреле. Тему я пока не буду анонсировать, это будет сюрприз. Какие-то подсказки мы будем бросать. Особенно с каждого месяца то, что мы берем какую-то тематику. В феврале это был у нас, получается, а я, кстати, месяца перепутал. В феврале у нас был CG с Карим, в ноябре первый у нас был про Худвордса, а-ля тематика Гарри Поттера, в декабре у нас еще там был CG Wars и в марте Artcraft внезапно. Вот у нас, получается, там было даже два часика, они продолжают еще соревноваться. Посмотрим, что же это выльется в апреле, будет тоже интересная тема. Ну, пока не будем говорить, что там. Вообще, по поводу всяких прикольных штук, которые у нас произошли в этом месяце и в прошлом, это то, что мы запустили там различные внутренние челленджи интересные, типа рисовать мемасики самому себе или по каким-то поводам. В общем, именно когда наступает день, когда нужно рисовать мемасы, а не делики, он, по-моему, самый веселый, где надо отбирать какие-то делики и вот это вот все делать. В общем, вступайте в чаты, будет дальше весело. Мы стараемся все более-более интересные какие-то интерактивы придумывать и как-то это апгрейдить. Ну и плюс там приятные, такие символические, конечно, но все равно призы в виде вот этого разбора, потом скидки на курсы и все такое прочее. Я думаю, мы еще добавим всяких ништячков потом. Вот так, переходим к сути. Что у нас тут? По поводу разбора я разбила, как всегда, на категории, типа интересных склеек, фото, баши, скидные вещи, стиль и для Маши. Интересные склейки тоже разбил на категории. Опять же, чтобы вам было интереснее. У нас план будет такой. Я буду немножко что-то разбирать, Машу тоже, потом отвечать на вопросы, снова разбирать и так далее, чтобы скучно не становилось от одного просмотра картинок или просто обсуждений. В общем, по категориям, по склейке. Это я взяла некоторые склейки, которые делали участники вот этого седжеримовского, скаимовского нашего месяца. И разбила их по категориям, чтобы показать, как, на самом деле, неплохой вариант, как себя ограничить. Вот я в прошлый раз, на самом деле, об этом рассказывала, в прошлых дейликах. И в итоге чего-то добиться, как достичь и прокачать какой-то наук в течение месяца. Рисуй дейлик, развлекайся и так далее. Но всё равно это же обучение. Добрала тут несколько склеек. Например, мне кажется, вот здесь довольно логично. Автор много именно на джестер вот это вот делал упражнение и всё такое прочее. И не дёргался там в разные стороны. Вот здесь мне нравится, например, что человек разбил прямо на категории. То есть отдельно качаем какой-то там фотобаш environment, отдельно делаем фигуры, отдельно портрет. Или вот ещё пример. Человек вообще во все три стороны пошёл. И в 3D, и в 2D стилизованное. Вот к этой картинке мы ещё вернёмся. И фотобашек. И ещё, например, здесь мне понравилось то, что автор, ну, как-то начал, там, ну, то-то, то всё рисует, да. А потом пришла какая-то идея, он сделал серию работ про хомяка. Этот будильник, это довольно интересная тема тоже. А, кстати, у нас ещё было в Деликах классная штука. Делали групповый автопортрет в конце. Вот. Так. По поводу там второй пачки склеек. Композиции line здесь отдельно разбила. То есть они... Кстати, всё до Волкова случайно попало. Хороши именно с точки зрения... Тут в основном про композицию. И вообще они просто красивые на тему line что-то показать. В том числе я хочу показать Сергея Виноградова. Он мне всё время пишет, что он там, ну, типа, он, не знаю, думает, что у него композиция там как-то не сделала. Он не до конца прокачан и так далее. Всё равно видно даже по этим скетчам, что у тебя нормально. Именно из-за линии вот этого всего. Она более-менее ок. То есть ты сильно себя не принижай и дальше её можешь прокачивать. Я про то, что... Вообще композиция одна из самых сложнейших вещей. И хотя бы вот такой вот line уже... Не важно какой рендер. Это уже половина успеха, на самом деле. На эту тему я хотела показать вот эти работы. То есть вот это вот рендер ещё можно прокачать. Композиция самая такая важная вещь. Здесь она классно сделана. Line, вот эти движения и прочее. Не важно, почему. В пейзажах, в персонажах, вот этих вот лисичках, которые я сейчас показала. Всё классно работает. Фотобашерская вот эта секция. Это просто красивые склейки, где человек делал каждый день упорно делики в виде трений по пейзажам. Вот, например, у Логина тоже хорошая склейка получилась. И Вероника Волкова у меня ещё тут вылетела отсюда. Вот. Но она просто такой мастер фотобашер, иногда 3D-шку ещё залезает. Вот. Это то, что люди сделали за месяц. Ещё вот Маскалёв Никита, это как раз того, о кого я упоминала, что он 4 месяца подряд это делает. У нас, или больше получается, у нас был пропуск 1 месяц, он продолжал в чатике 3,65 это делать. То есть мы вас после окончания этих деликов не бросаем, переходите просто в чат, который на год. Ну, это вообще достойно уважения, мне кажется. Стоит показать, сколько человек делал каждый день. Вот я бы столько не смогла, по-моему, каждый день такое давать. Хотя фиг его знает. Надо поучаствовать хотя бы разок в этом челлендже, чтобы посмотреть. И четвёртая у нас склейка, это по стилю. Тут как раз у нас вытекает интересный вопрос. Сейчас покажу. То есть есть у нас такая вот девочка, которая делала, рисовала буквально цветы, лица и так далее. То есть не обязательно делать что-то именно там про псы под гемдиф и прочее. Мне, например, вот эта вот штука очень нравится. Она иллюстративная, то есть вас никто не ограничивает. Делать подобное, это всё равно красиво и здорово. Пока что-то наук рисования цветов, по крайней мере, да. Или вот эта девушка. Мне очень нравится вот этот вот стиль, идеи, которую он сделает. Единственное, по советам я бы отдала, чтобы более аккуратно можно делать лайн. Ну, видимо, это уже как-то рендерить в фотошопе или там карандаш более остро затачивать. То есть круто, на самом деле, это всё интересно. Но в плане подачи лучше, её нужно улучшать. Тем более, когда так фотографируешь листики. Вот. На тему стиля у меня был такой интересный вопрос, кстати. Задал его Александр Артамонов. А, и тут, кстати, уже переходим к разбору работы для Маш. Если человек спрашивает, говорит, ну, у меня вроде нечего особо для разбора взять, всё быстро и косячное. Может, по этой работе какие-нибудь советы? Она очень скетчёвая, планировал что-то в казуальном стиле, по типу фона, меню или сплэш-скрина для игры. Маша, какие твои комментарии, как это довести до чего-то? Ну, в первую очередь, это было бы здорово дорисовать просто. Да, логично. Это было бы просто супер, чуваки. Ну, то есть, в смысле, скетч — это круто, конечно. Ну, то есть, с точки зрения композиции, ну, она пока скучноватая, как сплэш-скрина. Ну, то есть, там вот эта вот ёлочка, ёлочка слева, вот она такая задорная очень. В том смысле, что, ну, она просто делает уголочек. Вот она переднего, если хочется уголочек, я тоже люблю делать уголочки тёмные. Это такая болезнь, наверное. Вот, ну, поставьте-то что-нибудь интересное. Ну, я не знаю, ну, там может быть ёлка, но лысая хотя бы. То есть, лысая ёлка дает гораздо более интересное силу, чем густая ёлка. Потому что она просто вот такая вот, с зубчиками и сбоку. И занимает она при этом вот всю высоту листа, и зачем она там, что она там делает. Ну, то есть, как бы, какую задачу решает эта ёлка. В общем, вообще интересно это с твоей стороны слышать. Мне почему-то показалось, что в казуальном стиле, вот он хотел как раз такое, сплошь для игры, да, что там меньше притирок вот теми композиции. Я вот подобные вещи, кстати, я называю, это когда слишком много площади просто занимает объект, который нам не даёт интереса. Ну, ты понимаешь, смысл в том, что в казуалке это, на самом деле, иллюзия по поводу композиции или чего-то ещё. Там из-за того, что у тебя нет такого количества текстуры, там нет такого количества материалов, там чаще всего цвета гораздо проще. Получается, что у тебя все вот эти базовые вещи, там, динамика, пластика, композиция, выбор цвета, тоновая раскладка, она должна быть ещё лучше, потому что иначе это вылезает с двойной силы. Тебе прикрыть это нечем. Вообще никак. Класс. Слушай, а я всё думала, почему казуальные, если там ещё и композиция хуже, они вообще ужасно выглядят, ещё хуже. Потому что тебе нечем это замазать, условно говоря. Ну, это класс. Ну да, на самом деле, ещё вот там был хороший комментарий по поводу этой работы, что надо было прикрепить примеры, потому что... Ой. Так, Маша, ты отходи, я пока поговорю. Да, секунду. Вот, потому что одно дело там какой-то казуальный стиль, который коммерческий, другое дело, когда ты что-то ещё варьируешь, потому что стиль стиля Розен, например, вот возьму сейчас просто рандомно какой-нибудь стилевого художника, вот сейчас, на ум приходит... Кто-то мне написал-то тогда, пытаюсь найти. А, Матроц, вот. Вот у него интересный очень стиль в том плане, что... Понятно, что это его какой-то выданная стилизация интересная, но он одновременно смотрится такой реалистичный, и персонажи такие, как сказать, ну типа немножко в кузуал, да, в мультике, так скажем. Но при этом он умеет в реализме вот это вот всё, то есть его шатало с одной стороны, в другую. Но при этом он арт-директор в BioWare, если что. То есть и фотобаш с вот этим вот всем. И вообще там, например, вот такая вот штука с совершенно мега-трендеренным там воином, с маленьким количеством фотобаш. Вы говорите про Мэтта, да? Да, да. Мэтт божественен. Я сейчас быстро похвастаюсь, я вживую видела Мэтта осенью. Я поехала на ивент, да, в Польшу только ради того, чтобы увидеть его вживую, на самом деле. Вот. Он поставил мне лайк, я тоже хочу с ним пообщаться. Он, да, он, знаешь как, это я жала ему руку и не мыла её потом месяц. Он очень крутой, на самом деле, и очень-очень вдохновляющий. То есть я обычно не люблю всякие лекции формата motivation talk, то есть, ну, ты приходишь, и тебе такие, чуваки, вам надо просто вот верить в себя, ну, вот это всё, вот, и обычно они меня как-то не трогают, я такая, ааа, Русыч, чтобы что-нибудь полезное рассказал. Вот, и у него при этом, на самом деле, было очень круто, то есть у него очень клёвый был посыл в лекции, и он, на самом деле, наверное, впервые за, ну, наверное, вот всё время, что я работаю в Лидо, последние сколько, два с половиной года, я не помню сейчас точно. Ну, короче, я всегда считала, что, ну, вот Лиды часто не рисуют на работе, у них просто времени нет. О, да, вот это мне интересно, кстати, я хотела тебя спросить про это, как ты выживаешь, и он что делает, да, расскажи. Вот, вот, да, кстати, я выживаю, ну, то есть я всегда, как бы, у меня всегда было, типа, упорядочить свою работу, вообще работу других людей, за которыми я там слежу, чего-то им фидбэчу и так далее, так, чтобы у меня оставалось время на рисование, то есть, ну, 8 часов там, конечно, никогда не будет, это понятно, ну, там хотя бы от 6 до 4, то есть, типа, такое в среднем, да, в такие недедлайновые дни какие-то. Вот, у меня это, кстати, даже получалось, вот сейчас у нас немного горит проект там со всех сторон, поэтому у меня не получается это делать, но на предыдущей работе я в аутсорсе работала. Вот, у меня, в принципе, это вполне работало, получалось, там, нормально и так далее. Но, естественно, в любом случае, как бы, так как ты делаешь это всё по верхам и так далее, то развиваешь это медленнее, чем люди, которые просто приходят на работу и рисуют. Ну, то есть, они на что не отвлекаются, они просто этим не заняты, у них вся голова там, а у тебя половина головы занята чем угодно, кроме этого. Вот, и он как раз рассказывал, что он стал арт-директором, он сейчас, и он говорит, что я сейчас на работе не рисую вообще. О, боже. Да, он же был концептером, потом там, ведущим концептером, и вот он, собственно, добрался до арт-директора, и он говорит, что, типа, я вообще сейчас не рисую, то есть, моя работа не рисовать, моя работа не быть лучшим концептером среди вот моей команды, а моя задача в том, что если они зашли в тупик, показать им, куда можно пойти дальше, и отстаивать их решение, как специалистов, вот конкретно своей узкой теме, которую мы взяли только ради этого, перед остальной командой разработки. То есть, типа, вот это моя задача. Вот, и я у него как раз спрашивала, не скучает ли он по рисованию. Потому что я сказала, что я вот ледом работаю, и, в принципе, мне всё это очень знакомо, и я согласна как бы с миссией вот такого менеджерского состава художников, тем, что они должны, по сути, просто помогать тем, кто рисует только, идти туда, куда им надо, и отстаивать их мнение, их решение перед остальной командой. Ну, как бы, вот не грустно ли? Вот, на что он сказал, что, как бы, говорит, ягод, вот этот Иллурин, собственно, его проект, он, кстати, отказывался о нём что-либо говорить, ну, то есть, он рассказывал, как он его делает, там, рассказывал, там, когда он находит на это время, но отказывался что-либо говорить про сюжет в принципе. Вот, говорит, что это, типа, эксперимент, можно ли понять сюжет без подписи, без какого-либо текста вообще, только по картинкам. Это эксперимент личный. Вот. Он говорит, я, говорит, рисую что хочу, как хочу, когда хочу, о чём хочу, и я полностью творчески самореализуюсь, мне вообще никто не указ, и мне, в принципе, не обидно. То есть, вот у него пойнт такой, что, типа, в любом случае, человек, который рисует, только рисует, сосредоточен только на задаче этой, он в любом случае будет, скорее всего, лучше, чем ты через какое-то время, очень быстро, и только ты уходишь в менеджмент. И если ты будешь влезать в это всё, ты, скорее всего, только испортишь это. Но это с высокой вероятностью. Как бы, знаешь, есть такое правило, надо нанимать людей талантливее себя. Вот, потому что если ты нанимаешь людей не талантливее себя, то, скорее всего, уровень того, что на проекте делается, будет ограничен твоим скиллом, а, скорее всего, будет на порядок ниже, потому что ты не можешь физически дотянуть это до своего уровня. А другие люди не могут просто взять из твоей головы вынуть что-то, что-то от них хочешь, но это невозможно. То есть оно будет на порядок ниже, чем то, что умеешь ты. как бы это не очень высоко на самом деле об этом думала вот мне сейчас тоже очень мало времени я занимаюсь всякие вот эти админскими обязанностями прочее связано со школы ну и чё я делаю я рисую только свой проект это я забила на фриланс чтобы не разрываться нормально если хорошо чувствую поэтому сме тоже никто не указывает это все делать так как хочешь а ты вот сама тоже кстати я я не игре у меня получилось так что я все-таки успевала что-то рисовать у меня очень сильно подскочила скорость когда у меня время на рисование сократилась рисовать мне все еще хотелось чем я чужие картинки там доделала там что-то что-то до поля шел и что-то исправляла и так далее но временно это очень мало и у меня резко скорость подскочил натурально раза в два наверно просто неизбежность за да это работает кстати чем жестче рамки все ставишь тем быстрее рисуешь просто даже в директорах и задачи были на себе в тебе это их настоящих ограничений ну конечно но проблема в том что знаешь вот она до какого-то момента количественно растет ну то есть ты рисуешь быстрее ты там быстрее находишь решение так далее она качественно перестает как бы спроси потому что ты не успеваешь подумать ну то есть вот это на осмысление новой какой-то темы там не знаю вот у меня например сейчас это и не мне нужно делать едином проекте потому что яичник у нас нет его нужно сделать у меня на это времени меньше чем у кого-либо и кого бы то ни было больше делать это некому я это не очень хорошо умеет делать откровенно говоря я все время пытаюсь научиться времени не до того и вот собственно мне нужно въехать вообще полностью новую практически для меня тему я еще не очень хорошо в дизайн умею это принципе смежные вещи в очень ограниченные сроки причем выдать это не хуже чем выдал бы средний яичник у меня мозг просто вскипает на это к концу дня натурально вот потому что просто не к времени ему нет времени остановиться разложить какую-то новую инфу по полочкам и просто ее переработать в результат потому что параллельно меня дергают у меня бывают в среднем по четыре созвона до меня команда постоянно созванивает что на разных городах и так далее не только артовая если бы только артовая то есть в основном это как бы с другими отделами вот это постоянно какие-то вопросы от всех подряд плюс еще фидбэки художникам и у меня мозг постоянно дергается на 10 миллионов задач и на самом деле в концу дня я на прихожу домой тупо в стену смотрю я на самом деле сейчас спасаюсь тем что я иногда про креете рисую как максимально не напряжно и не ни к чему не обязывающее рисование то есть ты такой типа сидишь ковыряешь ништяк рецепт на самом деле тоже об этом думала меня мозг скипает тоже от подобная задача но я не знаю мне просто типа выгорание вот этого всего не хватает сил но при этом хочется вроде как а сил нет про креет кстати выход мне нравится такая идея да но на бумаге меня раздражает тем что я на чем-то книжка если смотришь параллельно дайте на цвет еще включить а то вот планшет он сам светится сидишь что-то мазюкаешь вот и вроде и вроде главное потом так нормально то есть я ну честно скажу никак не могу там заняться этим нормально освоить там какой-то рендер я до сих пор даже не дошла скачать какие-то кисти типа кастом это уже не только стандартные есть и так и не смогла понять как новые настраивать что нет фотошоп не похожи вот ну да он такой довольно расслабляющий вот реально как скетчбуки ты как бы вроде такой ни на что не претендуешь ты же не настоящую картинку делаешь что фотошопе все серьезно хорош самообман как сидишь такой типа на ну не на одном слое там слои есть когда ты сидишь калякаешь там обычно наш как типо казуальный арт там игровой вот она 10 миллионов слоев но там все предметы отдельно там нужно все это короче шейпами сделать чтобы было чистенько и четенько и вот сидишь занимаешься я я не могу я когда-то что же самое миллион слоев это такой боже мой иначе это натурально то есть это тоже правдеформация начинаешь для себя рисовать такой нет я должен все это шейпами сделать а то границы будут неровненькие вот и так далее называешь там все это правильно папочки там сидела вот а тут ты сидишь что-то в мазюкаешь такой ну чё-то рука не очень а замажу ее фоном просто у меня кстати в этом плане очень помогает вот эта тема стандейлами то есть если я какую-то идею хочу вылить я вообще фотошоп стараюсь даже не открывать у меня мозгу как бы даю отмашку типа можешь криво рисовать а потом это все круто от рендерим он такой ей сразу все классно ну линии же эти джестерс ну да хорошо выходит опять же на маленьком размере очень круто маша давай уж раз ты давай ты разберешь тебя еще две я думаю к тебе относящийся работы потому что вижу что ты заметили и дерево но это не заметили автор хотел автор хотел из заметили не знаю автор автор есть вот потому что ну то есть она не то что бы заметили на такая типа кусочек кусочек земли я тоже люблю это делать на самом деле какие не знаешь на карте нарисовал дерево нарисовать на траву не знаешь что делать э Теперь Ленин рисовать стальной фон такой вызывает все золото задумал вот вот и такой ну у меня же казуальная графика как бы до типа я же могу так сделать вот а здесь на самом деле самое главное на самом деле рекомендация пожалуйста, никогда не рисуйте что-либо на средне-сером фоне. Рисуйте на светло-сером или на тёмно-сером. Вот как такая дефолтная, по-моему, сейчас уже подложка фотошопного файла, там такая вот тёмно-серая. Потому что у вас средний серый – это такой цвет, который будет, ну, точнее, тон, будет максимально портить вам любую абсолютно картинку, которую вы на неё поставите. Светлые будут смотреться на ней какими-то недостаточно светлыми и контрастными, тёмные будут смотреться какими-то грязными. Вот средние будут с ней сливаться. Максимально ужасно, никогда так не делайте. То есть вам ужасно жизнь испортит, прям мощно. Поэтому либо в одну, либо в другую сторону сдвигайтесь. Это самое первое. Особенно оно портит зелёные цвета. Вот здесь очень видно на тёмных частях кроны. Они такие, типа, какие-то тушлые или грязные, или тухлые. Зелёнистый в тёмных тонах, он вообще-то такой грязноватый, в принципе. То есть просто цвет такой. А с серым делает его вот ещё хуже. То есть такой, типа, пыльный и тухлый. Ну, кстати, да, я от меня глаза не бросила, кстати, когда посмотрел, что это дело в фоне. Там на самом деле синяя скамейка, например, она довольно яркая. Она рядом, посмотреть её с травой, она такая яркенькая, соченькая. Но рядом с фоном она выглядит натурально грязной. И там вот всё такое. Там при этом цветочки красненькие, они вроде яркие, но при этом на фоне мне кажется, как будто они непонятно какие, потому что они по тону, на самом деле, почти такие же. Это у Итана этот эффект был описан? Изголка называется. Сейчас вот симультанный контраст. Да, правильно, симультанный контраст. Да, но это работает только если серый всё-таки по тону отличается. А если не отличается, он даёт вот такой вот грязный очень эффект. Вот, но это первый момент. То есть на самом деле фон – это половина восприятия вашей картинки. Вот прям очень сильно. Говорят, ещё не рискуйте на белом. Я, в принципе, не считаю, что прям на нём рисовать нельзя. Просто там нужно сразу только на нём рисовать и все цвета подбирать по то, что они на белом должны выглядеть сочненько. Ну, если мы про казуальную графику говорим. Вот, если не казуальную, то пусть будет не сочненько, не знаю. Как хотите. Вот. Это первый момент. А второй момент. Здесь такой эффект получился. Вот на кроне, на падающей тени от скамейки, создаётся полное впечатление, что это какой-то солнечный яркий день, у которого направлено освещение. Но при этом от самого дерева, например, нет падающей тени почему-то. Хотя она должна быть на скамейку. И от цветочков тоже. Да, от цветочков и от кроны дерева, на ветке дерева, на ствол. И вот из-за того, что оно и не туда, и не сюда, это тоже получается что-то странное. При этом тень, например, на кроне, она такая очень жёсткая. Она такая, ну, даже в сторону вектора немножко. А ствол там прорисован так мягенько и живописненько. В общем, когда вот такие вещи сочетаются одновременно в одной картинке, они создают ощущение, что кто-то что-то не дорисовал. Да, ещё разностилевые действительно разброс сильно влияют. Ну и вообще действительно логика свет-теневая. Вообще, когда вы делаете любую картинку в любом стиле, прочекаете сначала линии, что они красивые, потом проверите тон, а потом смотрите свет. То есть у вас вы всегда должны знать, что солнышко или лампочка. Ну, как ни странно, это надо знать всегда в любом стиле. Где она находится, от неё можно даже условно линиями построить. Что там падает, что куда. Ну, кстати, да. Я вообще бы всё это обобщила, да в любой картинке, что бы её не рисовали, должна быть некая логика. Вот вы себе какую-то логику придумали. В духе у меня все тени синие. Вот у вас везде должны быть тогда тени синие. То есть если вы логику свою внутреннюю не поддерживаете, то у вас картинка начинает рассыпаться. Причём не важно какая-то логика, она может быть самой странной. Ну, не знаю, стиль у вас такой. Но как только она начинает хоть в каком-то месте рассыпаться, то всё. Вот логика это прям самое главное. Причём она, я говорю, может быть самая странная. Я, причём вот сколько вот всяких правил в духе, типа там не рисуйте, не знаю, цвет там какой-нибудь слишком цветной или там ещё что-нибудь. Их целая куча на самом деле. Я вот честно скажу, что самая визуальная графика, я вот каждый день людям на работе говорю, что на самом деле наша задача это просто обмануть пользователя так, чтобы он этого не понял. Вот, да. Это любая картинка, это обмануть человека, что картинка объёмная, потому что мы смотрим на плоскую. Ну да, это самый главный обман. И там такого на самом деле дофига. И самое главное... Знаешь, что самое страшное? То, что я думаю, что лет 10 и это исчезнет, и все будут в VR, и вообще нафиг не нужно никому этот 2D-арт. Да, на самом деле его регулярно хоронят. Ну как театр. Ну да, это, знаешь, это вот тоже всё время хоронят, что-нибудь книжки там хоронят, ещё чего-то. Ну да, ладно, я... Ладно, хорошо, я успокоилась. Тогда всё в порядке. Я на самом деле думаю, что казуальный геймдев уйдёт в 3D. Ну конечно. Он давно уже туда идёт, всё просто никак не придёт. Там много всяких ограничений, которые связаны частично с производительностью, частично с привычкой пользователя, частично с тем, что слишком много художников-2D-шников, это их же надо как бы чем-то занять. Вот. Они уже работают, уволят всех нехорошо. Не, ну их надо просто прокачивать в сторону 3D, это нормально. Мне кажется, это развитие логичное и уже даже понятное. Даже начинающим человеку, что надо сразу 3D-2D. Ты знаешь, там дело... Там дело даже не в этом, а в том, что оно по идее целиком в 3D уйти должно. То есть совсем без 2D... Ну то есть 2D там, я не знаю, например, хэндпэнд, текстурки, да? А всё остальное 3D-шное, потому что я вот сейчас как раз у нас проект, он в разработке. Ничего рассказать особо не могу, потому что всё покрыто мраком идеей. Но в целом, как бы там он 2D-шный. Вот. Но при этом частично там 3D используется, но как вспомогательная штука, ну то есть болваночки по дамазочку. Вот. И 3D там есть, но чуть-чуть. Там персонажи 3D-шные. Ну, правда, с ручной, с отрисовкой текстурки. И это такое странное чувство, что ты пытаешься выдать человеку картинку и вообще всякие эффектики и так далее. Он, ну, как бы он в 2019 году живёт. Вот. Он привык, ему эффекты хочется, как в 2019-м, даже домохозяйкам американским, да, которым обычно казуальные игры все играют. А ты при этом делаешь так каменным топором, который не очень изменился со времён первой Диаблы. Ну, потому что инструментарий... Хорошее сравнение, да. Да, инструментарий для работы с 2D-графикой, он реально... Да даже фотошоп не особо развивается на самом деле. Симметрию там вели в последней версии. Что? А там некуда развиваться. Ну, то есть, что ты сделаешь? Ну, то есть, у тебя есть какие-то ограничения 2D-арта и как бы... Там подцепили 3D-шку, но она кривоватая такая, не очень, мягко говоря. Всё равно приходится другой софт есть. Ну, то есть, знаешь, все эти весёлые... Большая часть занятий арт-отдела и, там, не знаю, ещё какие-то программистов на проекте, где есть 2D-графика, это как оптимизировать 2D-графику. Вот. А её просто... Ну, там есть какой-то предел чисто технически дальше, которого оптимизировать её невозможно. Ну, то есть, там есть пиксели и это растр, его нельзя тянуть, например, бесконечно или ещё что-то. То есть, есть какие-то ограничения, они просто... Ну, вот ты уперся в технологический тупик. Вот. А при этом 3D-графика там как бы огромные, на самом деле, возможности по её оптимизации, не оптимизации, анимации, да чёрта лысого. И ты, короче, смотришь на всё это, смотришь на какой-нибудь Unity, где всё это можно делать, такой, блин, чё я делаю вообще? Зачем я это делаю? Зачем я знаю, как нарезать кнопочки на 9 частей, чтобы их тянуть можно было. А по этой работе дашь какой-нибудь коммент тоже? Я тебя перебила, извини. Чё? Да я просто переключила работу. А, у меня немножечко отстают. Может, по ней тоже дашь комментарии? Я, в принципе, извини, что я так это что-то сбилась. В принципе, я по стилю вот предложила там, просто аккуратнее это всё делать. Я не знаю, кстати, вот реально человек дал на разбор вот эту работу. Там, если есть, то напиши. Оля, Оля, Олечка. Как бы, а как это комментировать? Ну, то есть, хорошо, молодец, мне нравится этот стиль и так далее. Надо же аккуратнее делать, подавать хорошо. Я бы сказала даже не в аккуратности дело. Здесь скорее в... Ой, сейчас про композицию опять скажу. Ну, давай. Ну, да, ну, то есть, на самом деле здесь как бы главный герой вот этот мальчик, да, он стоит на фолоборота. Вот почему стена фронтальная, например, что она даёт фронтальность. Вот. Это, это, во-первых. А, во-вторых, там есть сбоку вот это вот, это, видимо, почтовый ящик, что ли. Если эта часть как бы важная, какой-то сюжетной композиции, не знаю, мальчик стоит такой, опустил туда письмо и такой ждёт, не знаю, пока ему Дед Мороз ответит. Это, не знаю, первое, что в голову пришло. Вот, то тогда понятно, ну, то она должна стоять рядом с этим ящиком и, по сути, они с мальчиком главные герои. Вот. Но здесь как-то что-то всё на плакат, как-то... Да, что-то всё путано. Я, кстати, даже подумала, что, ну, как бы это стоят, а они потом смотрю, нет, это тень, это шарф. Ну, вот, да. И тут получается, а зачем вот эта вот штука? Или он, не знаю... Ну, то есть, или близко друг к другу. То есть, например, ну, они ещё и в разных. То есть, вот эта вот почтовая ящика или что это за штуковина, она стоит сбоку, она уходит в край листа, и ты на неё вроде смотришь, что она тёмная, достаточно на белом фоне, вот эта вот, ну, типа там прорисованы какие-то кирпичики, но не особо. И ты на неё смотришь, сначала смотришь на мальчика, потом смотришь на этот плакат, потом у тебя взгляд переходит на этот ящик, и всё, дальше он не идёт обратно к мальчику, то есть там нет другового движения, если оно там предполагалось. У вас, если вы хотите в иллюстрации рассказывать какую-то историю, взгляд должен совершать движение круговое по картинке. Он должен, собственно, сначала на фокальную точку первую, яркую выпадать, которую вы показать хотите, потом путешествовать к степенной точке, потом там ещё на какую-нибудь либо просто контрастную штуку, например, вот эти уголочки на картинках, да, они вот как раз обычно эту функцию выполняют. По ним взгляд проходит так, они неинтересные, они тёмные там, да, но он проходит по ним, не уходя из листа, и возвращается обратно. Вот, то есть иллюстрация – это штука, которая держит ваше внимание внутри себя всегда. Вообще, в принципе, любая картинка, но иллюстрация, она как бы для этого и сделана, рассказывает историю. И ваш взгляд должен путешествовать по той траектории, которую вы предполагаете, то есть рассказывая эту историю. Например, первое, что мы видим – это мальчик. Мальчик явно какой-то приунывший. Следующее – почему мальчик приунывший? И следующее, на что мы смотрим, должно рассказывать почему. То есть каждый новый шаг должен раскрывать историю глубже и глубже. И какие-то совсем мелкие детали, на которые там уже надо рассматривать, взглядываться, ну, сидеть там над ней, они рассказывают какие-то уже совсем мелкие элементы. Ну, сама идея, сложно её здесь прочитать, я реально не понимаю, что происходит. То есть в чём дело? Может, у него письмо не дошло? Это даже как бы подсказка могла бы быть. Вообще, лучше не писать текстом, конечно. Вот мы только что обсуждали этого арт-директора, да, он без текста должен писать сюжет. Ну, да. Собственно, в этом как бы и смысл, типа, насколько можно показать вот только картинками без какого-либо текста. Вот, здесь я понимаю точно, что дело как-то в мальчике, что-то связанное с плакатом, причём там какие-то вот эти вот, не знаю, как назвать эти штуки. В общем, какая-то арабская там вять, видимо, там что-то нехорошее, запрещённое в России организации. Вот, и видимо, там с ними всё плохо, но дальше вот у меня лично разгадка не срабатывает что-то. Угу, да, у меня тоже. Короче, композиции не передать в сюжет, значит сразу двойка. Потом как ни рендери, это не поможет. А здесь в таких штуках рендер вообще не важен на самом деле. Ну да, конечно. Можно в любом стиле подавать какую-то интересную идею. Вот этого мы это родцы опять вспоминаем. Да, вот, например, я сейчас открыла на самом деле несколько картинок ещё. Как раз была вот серия работ с песцом. По моделикам. Там человек на разбор оставил нам только волка. И в целом мне нравится этот сюжет. То есть он через один и тот же становый ключ там подаёт и так далее. Рендер, да, ну как бы надо качать в какую-то сторону. Либо в стерилизацию, либо в реализм, либо ещё куда-то. Тут как бы просто совет качай рендер, и не знаю, насколько поможет. Можно разобрать композицию. В некоторых местах, например, вот этот фокус, мне кажется, низковато находится. Я бы ещё земли добавила. Если есть таких простых вещей. Вот, под песцом немножко не хватает тени такое чувство. Потом, там, в принципе, даже на деле, как говорили, что песец вот этот на фоне чего-то, он довольно сливается по тону с этими всякими тучами. Надо их ещё больше глушить, либо отодвигать их, чтобы он больше в фокус попал. Там на тех картинках, где он такой вот прям светящийся, это круче выглядит. Вот, потому что у нас прям сфокусировано на этом всё. На разбор в итоге он как бы дал последнюю картинку. Ну, там, то есть, она хороша, в принципе. То есть, как начал. Низкий-то навык, ключ, светлым-то навык, вот этим вот кусочком. Высоким, точнее. Он говорит о том, что персонаж хороший, добрый. То есть, подобные ассоциации вызывают. Что он против какой-то там агрессивной среды. Дальше только рендерить, как-то ещё композицию решать, потому что вот здесь вот ничего нет. Ну, то есть, когда совсем мало чего-то, это уже странновато здесь смотрится. То есть, хотя бы вот этот лес какой-то нарисовать или что-то здесь должно быть. Не сваливать всё прям вот сюда в одну кучу, иначе будет перевес. Придумать какое-то интересное движение облаков. То есть, все эти кусочки, где автор сам не знает, что бы такое нарисовать, это нужно вот движениями прям прорисовать. Я обычно, когда планирую небо, я какие-нибудь там прям буквально линии рисую, а потом уже хоть трава не расти, можно рисовать, что мазулочками какими-нибудь, что фоточками накладывать. Я обычно и то, и то что-то такое делаю, под себя подгоняю, и нормально получается. Вот. По поводу остальных работ в этой папочке эскизные вещи и стили я его назвала. Тут много работ, которым как бы не хватает рендера, и выглядят они как эскизы. Ну, и являются, может быть, эскизами. Я не знаю, насколько авторы осознают это. Может, кто-то осознает, кто-то нет. Выглядят незавершенными, недорисованными. Особенно вот подобное, там, последнее, с лодкой. Какая-нибудь, ну, понятно, что это. И я не совсем понимаю, какого рода фидбэк человек ждет. Например, вот воры стоят. Ну, по стилистике, мне кажется, они недокручены. То есть, выглядят как результат работы фильтра или что-то такое. То есть, в этом нет какой-то жизни. Что-то надо придумать, в какую-то сторону двинуться. Для этого можно писать примеры с горами, как рисовать другие художники, например, если нет своих идей. Либо придумать свой какой-то индивидуальный интересный прием моего, там, использовать. Если там механически, мне кажется, что надо вот этот тон отклеить, чтобы подальше была гора. Потом вот тут интересный момент с вот этой работой. То есть, человек как бы делал, я так понимаю, работу в портфолио. Вот эта бутылочка какая-то с ядом. Ну, допустим, она симпатичная, но она, естественно, симпатичная, потому что там большая часть работы решила уже автор вот этой иконки. Насколько это вообще правомерно, брать какую-то готовую иконку, так ее обмазывать и класть себе в портфолио. Я не знаю, что хотел автор, но как бы это не очень хорошо так делать. Все равно понятно, что все вот эти вот решения с тряпочкой, с фиолетовым и так далее, во-первых, это все все равно найдут, если это выкладывать, как просто свою персональную работу, на что был рев. Вот, если указывать это, тогда окей. Вот, во-вторых, ну тут ничего, кроме цветка, по сути, не изменено. Рендер не дотянут. То есть, если он хотел потренивать рендер, как бы можно еще круче. В том плане, что подумать про светотень. Тут как бы отдельно получается цвет от света. Даже на этой иконке больше света, и нормальная там светотень разложена. То есть, можно отдельно к узуальным стиле. Они так любят делать, да? Наверное. Маша сейчас скажет. Отдельно сделать вот этот окклюзин, ложить сверху, да? Или так не делать? Ну, отдельно можно, но это называется, я забыл сделать это заранее. Ну, например, да. Да, это можно, на самом деле, в любом стиле делать. Ну, то есть, да, как бы, если вы видите, что не хватает, ну, наложите, почему нет? Наложите сверху, можно мультиплайм, просто эти тени подрисовать, здесь реально объем не хватает. Если у человека была задача скопировать точно, да, то он не точно это сделал. То есть, ну, как бы, оригинал лучше, и там пропал объем. В основном проблема иная в объеме. Цвета-то, ладно, чего сложного-то. Вот здесь красный, вот зеленый. Это все. Рендер надо допиливать, но, опять же, я говорю, насчет оригинальности, ну, такое. То есть, не очень хорошо. Если не подписывать, что это стадик, и не показывать, там, ссылку на того, чего, там, вот это вот. Так-то, ну, я не знаю, просто в этой работе классная именно вот та идея, которая была в оригинале. С композицией, так скажем, и цветом. Вот, поэтому такое. Потом по такой скетчевы, например, ну, да, клевый сюжет, клевая композиция. Что я могу сказать? Делай дальше. Нужно двигаться в сторону рендера какого-то. Либо не двигаться в эту сторону, покрасить, что угодно. Она, в принципе, и так выглядит законченной, как скетч такой цельный. Вот по этой работе спросили по поводу светотени. Что тут сделать? Ну, надо ее сделать. Потому что сейчас она нелогичная. То есть, я не знаю, на самом деле, простой такой древний способ это встать самому в позу, поставить лампочку сзади себя, или там, ну, где она стоит? Сзади какая-то роза, впереди голубая. Постараться поставить свет, как на картинке, я не знаю, на реплс, там, на что-то человек или нет, или придуман этот свет поставить реально, и посмотреть, как он падает. Рисовать схему. То есть, этому способу тысячи лет, там, я не знаю. Сейчас можно еще более продвинуто взять 3D-болбанку и туда поставить лампочки. Причем готовую болбанку немножко подкрутить, это не так уж и сложно. Вот. Про анатомию и прочие вещи это отдельная тема. Я, ну, не могу на эту тему комментировать, потому что я не очень разбираюсь в анатомии, но она тут явно хромает. То есть, надо что-то смотреть на тему рисования персонажей в перспективе, анатомические всякие там вещи и так далее. Даже для стилизации все равно какие-то зачатки, анатомия в объеме. Мне кажется, автор немного, не очень хорошо воспринимает, как бы, воображение, видит вот эту перспективу. То есть, объемное мышление надо тренировать, рисовать. Например, по... Ну, вообще, когда рисуешь человека, поскольку я общаюсь с людьми, которые преподают анатомию, я могу немножко сказать, да, они... Есть два подхода. Манекен рисовать, типа так упрощать, да, либо кубоиды такие. Кубоиды даже лучше вот этого объемного мышления раскачивают. Так что можно потренировать вот эту тему, порисовать. Вот это в разные стороны надо двигаться. Даже если делать стилизацию, все равно нужно первое там композиция, объемное мышление, потом, ну, что там, свет отдельно уже смотреть. Я стараюсь, вот такие вещи сложные, когда вы хотите сделать что-то сложное, даже из стилизации разбить на отдельные этапы. То есть прокачать это, делать лайном, например, только. То есть делать эту работу лайном правильно, где не будет вопросов. Можно даже мультиплайм там наложить вот этот цвет, да. Ты знаешь, кстати, это такой интересный момент, я помню очень хорошо, это было года три или четыре или пять, ну, короче, сколько-то лет назад в одном из... В общем, это был второй CGSpeak вообще, выпуск вот самого подкаста. Причем очень давно. Вот. И там, там был Верехин. О, Боже. Вот. Что там было? На самом первом у них был Лешик, это был, кстати, очень крутой стрим, до сих пор перечислить к нему возвращаюсь. Вот. А на втором был Верехин. Там такой, типа, скидывайте работы ваших в папочку, чтобы он вам поразбирал их. Вот. И вообще все поскидывали работы, и я смотрю стрим, и там была совершенно потрясающая фраза, которая до сих пор просто разбивает мне сердце напополам. Вот. Макс такой, сидит все это, что-то смотрит, такой там ля-ля, тополя, а потом такая пауза и фраза. Ну зачем вы все время пытаетесь делать то, что вы не умеете? Это уже столько. Это ужасно. Это, во-первых, это, понимаешь, а с другой стороны, но ведь ты всегда что-то не умеешь, что бы ты новое не начинал, даже картошку чистить, никак не чистил, все равно не то, что ты не умеешь. Ну что тебе вообще ничего не делать? Макс, извини, мы тебя расстроили. Знаешь? И вот это вот, это было настолько странно. То есть, с одной стороны, я понимаю, что он имел в виду, вот как раз про то, что если сложные вещи начинаешь делать, если я сейчас начну мангофигурку рисовать, там батальные сцены, причем желательно еще какие-нибудь вот реализм, который я не умею делать, вот, еще что-нибудь там туда напихать туда, роботов, например, не знаю, вообще все сразу, да, вот все лучшее сразу. Это будет так ужасно, просто максимально. Просто потому, что количество вещей, которые мне нужно, мало то, что просто охватить и обдувать, очень большое, так еще и большую часть из них я ни хера не умею делать. Ну знаешь, мне кажется, все равно все на этом обжигаются, это нормально. Ну потому что ты делаешь что-то в батальную сцену, ну, конечно, тут надо самому осознать или чтобы кто-нибудь тебе сказал, что это ужасно. И ты такой, воу, так я, оказывается, не гений, надо там качать, оказывается, отдельно свет, отдельно вот это, отдельно вот это, и уже как-то разгребать. Ну я тоже проходила этот путь? Я тоже. Первая картинка там была, это был город с драконом. Первая. Ну, на CG, естественно, это провалило просто полностью. Нет, ты знаешь, кстати, я честно скажу, что я прекрасно это все осознавала все это время. И, более того, я, ну, я не очень плохой пример никогда не делаю, как я. я до сих пор, я очень с большим трудом делаю просто стадики. Вот я такая, у меня плохо с цветом, или у меня плохо, не знаю с чем, вот с анатомией, я такая буду сидеть, я не могу это делать, мне скучно. Вот, и наверняка это очень сильно, это наверняка очень сильно удлинило мой прогресс. Знаешь, как вот советы, если вы хотите классно рендерить, вот найдите художника, который вам нравится, и делайте как он, покопировать какое-то время, потом свое все равно найдете. Классный совет, на самом деле, я всем сама это советую, никогда так не делала, не могу найти художника, который мне просто настолько нравится. Я просто так не делала, есть другой путь, длинный. Ну вот да, есть два стула, короче. Да нет, на самом деле, не все так просто, есть средние варианты тоже. Было бы круто, конечно, если бы была синяя и красная пилюля, и типа вот, выбирайте, но нет, есть промежуточные варианты. Да, то есть нет, я просто знаю людей, которые действительно сделали именно так, и у них действительно очень быстро получился результаты, все очень круто, и я такая, блин, чуваки, вы такие молодцы. Но при этом, я сама так никогда не делала, наверняка, и более того, и мои работы, я так, знаешь, иногда некоторые старые смотрю, думаю, господи, какой ад, зачем я это делала? Вот, но большая часть из них, все еще кажется, я точно знаю, что на тот момент я сделала максимум, что у меня получалось. И мне не стыдно. классно. Я наверняка расстраивала Верехина, когда он видел мои картинки, или еще кого-нибудь. Стоп, я до сих пор, кого-нибудь расстраиваю, я почти уверена, что есть люди, которые видят мои картинки, такие, боже мой, и ее берут на работу, и вот она еще и артлит. Я почти уверена, что таких людей целая куча. Вот, но мне не стыдно. Вот мне стыдно. Хорошо, да, да. Но учит, как знаешь, что на трибуне выступаешь, такая, мне не стыдно, вам не стыдно. Вперед. Да, да, знаешь, это как типа, вот в этом клубе анонимных алкоголиков, я Маше, мне не стыдно, все-таки аплодируют. Миша Латышев написал, есть два стула, а ты Ван Дамм. Хороший стыдно. Да, вот. Да, как Ван Дамм. Нет, у меня, конечно, длинный путь, но последние годы, конечно, потому что, когда через тебя проходят сотни людей, и ты все время анализируешь, мозг у тебя там хорошо развивается на эту тему. Это правда, кстати, я согласна. Да, вот. По поводу остальных работ еще, какие-то комментарии, классная композиция, про анатомию не знаю. Единственная проблема, я не понимаю, что происходит, то есть, наверное, она его околдовала или что-то такое, а это что? Что происходит? Вроде смотришь на лицо, потом на сюда, и тут ничего нет, и такой, окей, так, что с ним? Почему у него еще тут тоже? То есть, вот глаза, а это что? У него две сигареты? Ну, ладно, я не знаю, конечно, это эскиз, композа клевая, но непонятная пока что. Ну, то есть, надо либо сюда магическая хрень, либо тут какой-то, что? Немножко странно, непонятно. А люди сидят, окей, типа, с ними что-то происходит, надо бы немножко сюжет развить и объяснить. Анатомию, опять же, не знаю. Мне кажется, немножко, толстоватая рука, но это чисто такое, субъективное какое-то мнение странное, такое вот, происходит что-то. Я думаю, что она просто, типа, в перспективе, поэтому она больше. Но, кстати, я очень рекомендую, вы с руками так стараетесь не делать их, когда в перспективе пытаешься сделать больше, а не меньше. Меньше все отлично. Вот. Оно вот делает эффект, типа, гигантская рука, это очень грустно, поэтому тут как бы... Ну, да, это такая хрупкая девушка, а не огромная рука. Вообще, я редко видела, да, что-то было приятно. Ну, бывает, конечно, сплэша для League of Legends, но там вообще лютая перспектива. То есть, кто такой лютый, то и нет, чтобы так было. Ну, по поводу сбора душ, то, ну, вот это тогда лишнее, либо там у него рот должен светиться, тогда отсюда тоже должны души лететь. Ну, то есть, понятно, что вот куда-то отсюда, вот сюда что-то там она сосет, но вот это тоже, то есть, то, что это сборщик душ, это должно быть сразу понятно как-то. Это не понятно, что это животное, это у него рот, что? Слишком сложно, мне кажется, непонятно. Вот, конечно, если бы была это известная какая-нибудь игра, где это уже обычный предмет, и все знают, что это, тогда понятно, если бы придумал, то нет. Вот это мне картинка очень нравится. Я тут только не понимаю, ну, то есть, автору надо двигаться в какую-то сторону, еще больше стилизации, наверное, либо, наоборот, в реализм, потому что тут как раз то, что Маша говорила там про дерево, есть и фото текстуры где-то, а где-то рисованное. Даже не знаю, мне кажется, по стилю как-то выбиваются все это дело. фото текстурки, это, конечно, клевая штука, и на самом деле их можно даже в козу пользоваться, даже особенно дерево, которое рисовать всем очень лениво всегда. вот. Его просто надо брать текстуру, на которой крупный рисунок и очень контрастный, то есть, типа, полосатый такой, прямо тогда нормально, когда оно совсем миленькое, такое вот, как, ну, кровное дерево. Наложено в режиме наложения. Да, оно шуршит слишком сильно. Вот там, кстати, на дальнем косяке двери, по-моему, все эти прожилки нарисованы руками. Да, да, красивые. Очень клевые. Они такие казуальненькие, пухленькие. Хочется, чтобы здесь они тоже были на передней вот этой палке, которая там, ну, она около двери там, справа. И сундучок. Там еще по поводу рендера некоторые тени неправильно нарисованы, то есть, тут надо по поводу светотени опять вернуться к этим долбаным кубикам, которые все так ненавидят. Вот. И как-то проанализировать эту вещь. Если вам не нравятся кубики, я не знаю, поищите что-то не кубическое, что угодно, смотрите на фотографии, канализируйте, не хватает окклюзии. То есть, ну, там очень прозрачная тень. Там должно быть достаточно темное такое место, сюда свет там не попал, например. Под сундуком тоже в каком-то месте. Его еще, кстати, вывернуло в перспективе, я сейчас заметила. О, перспектива, что с ней творится? Она какая-то странная там действительно. Они сходятся, а они расходятся, офигеть, как на иконах. Не, ну, конечно, я знаю, где классно это выглядит. В мультике Винни-Пух там сделали вот эту обратную перспективу. Это выглядело круто и странно, и похоже на весь этот стиль мультика. Но здесь, мне кажется, это не в тему. Вроде все такое, ну, как-то немножко про реализм. А вывернутая перспектива не в тему. Скажи, что в Козуале плохо выворачивает перспективу. Везде плохо. Везде плохо. Везде плохо, кроме какого-нибудь там, не знаю, особенного. Кроме иконы. Кроме иконы и мультика Винни-Пух. Не, ну, наверняка мы увидим какую-нибудь интересную картинку, где будет вывернутая и нам понравится потом. Это если там автор прям что-то нашел, какое-то решение, а в общем случае, наверное, нет. Всегда есть какие-то как бы правила условные, к которым мы привыкли. Есть исключения, да, потому что все это условности такие, чтобы удобнее было категоризировать. Вот тоже скетч. Ну, мне нравится, классная композиция, надо рендерить. Автор написал, что она застопорилась. Возможно, это, да, если проблема в рендере, потому что проблема, ну, если ты не знаешь, как рендерить, ты долго это будешь делать и с этой картинкой уже не выдержишь, там, следующий и так далее. Я не знаю просто насколько там прокачано. Кто это? Непонятно, кто? Кширь. А, Кширь. Кто? Кширь сказочник. Вот. А по капоте, по-моему, все отлично. Построение, вот это все, да? Угу. Претензии. Кто к рендерить? Кто к рендерить, да, что-то придумать. Ну, стилизацию лица там какую-то тоже. Ну, я видела у этого автора, там, разные лица, вроде прикольно получает. Можно в сторону вот этого мотородца длинуться и лайном все сделать. Можно не родца. Вот, давай, кстати, отвлечемся. У нас тут был вопрос классный, про стили как раз. Интересно, спрашивает Кирилл Буровин, или, ну, в общем, не важно, я не знаю, как ударение ставить. Интересно было бы услышать ваше мнение по поводу, востребован ли концепт-арт, в частности, окружение, в России. Не правда ли, что проще устроиться куда-нибудь рисовать казуальную графику, чем кем-то еще? Опять же, в России. Кузал против Абаша Файт. Маша? Да. Я, может быть, немножко либо расстрою, либо утешу. Проще везде, не только в России, устроиться рисовать казуальную графику, чем что-либо еще. Казуальный геймдев гораздо больше, чем геймдев триплэйный. Ребят, ну, это везде так. И если вы думаете, что в России у нас просто нет триплэй, поэтому мы тут такие, типа, над ней мироздания находимся, то есть у нас правда его нет. Но смысл в том, что если вы просто поедете в какую-нибудь условную, не знаю, Америку, то вы найдете, конечно, триплэй, это правда, но там будет этого казуального геймдев еще в 10 раз больше, чем в России. И соотношение, оно, не знаю, может быть, такое же, может быть, у нас 0 триплэй, у них там, не знаю, два. Ну, это так сейчас отбалды. Но смысл в том, что нет казуальной графики, геймдев казуальный, он просто гигантский. Естественно, устроиться казуальным художником из-за этого проще. Это просто, ну, как бы, тастика. Вот. Начнем вот в России, ну, да, по причине того, что, как бы, вот. Ну, ты права, на самом деле, действительно. Хотя, ну, в процентном соотношении, мне кажется, что в какой-нибудь мрекосе все-таки побольше немножко. Ну, скажем так. Ну, хорошо. На самом деле, не теряйте надежду. Ну, если у вас нормальный портфель, и уже есть какой-то опыт, ну, все-таки смотрят на опыт, то проблем с работой в концепт-арте, ну, в России, неважно, потому что, если у вас там прокачан, например, профиль на арт-танце, у вас все равно не будет проблем. То есть, если вы там фрилансер и так далее, у меня нет этих проблем, например. Мне никто не просит казуально ничего рисовать, видимо, в портфолио, и заказывает именно то, что, ну, концепт-арт там, реализм и так далее. Вообще, концепт-арт немножко такое растяжимое тоже понятие, потому что бывает концепт-арт такой, типа, фото-баш, реализм, 3D-шка и так далее, а бывает такой рисованный даже и казуальный. Казуальный, конечно. то есть, например, не знаю, взять, что такого придумать. А, ну, не знаю, вот возьмем, например, Mail.ru, эти, Jiggenaut Wars есть, да? Да. Вот, она 3D-шная, то есть, она не отрисованная, но то есть, для 3D-шек, которые вообще-то казуальные, они просто казуальные, не в смысле, как я не знаю, что там, мультяшки какие-то, или вот там, Candy Crush Saga, да? Она, ну, как ближе к Близзарду и так далее, почти, хотя это все равно казуально, это все равно не реализм. Вот, кто-то же концептил эти персонажи? Можно даже с натяжкой казуалом назвать Overwatch или Warcraft. Ну, да, нет, если мы делим это между... Концепт-арт, типа, туда, это что уже все? Ну, то есть, это же все равно концепт-арт, кто-то же это концептит, кто-то же это придумывает. Да, это, во-первых, на тему стиля, во-вторых, у нас не только геймдев еще есть, те, кто фигачит, например, типа, как я учу, ну, хотя, я не знаю, на самом деле, или я на курсе, не особо давлю и топлю за то, что вы делали максимальный реализм. То есть, мне нравится, когда людей по стилю шатает, они делают что-то свое, там, неважно. Главное, чтобы там основные вот эти вот темы, типа, композиции, тон, свет были соблюдены, а насколько фоточками вы все покроете, это уже не так важно, потому что ролят там предыдущие все эти вещи. Ну, так вот, у нас же есть еще вообще-то кино, оно неплохо сейчас развивается, и полно предложений. Например, вот у меня ученик, который сейчас, наверное, даже в чате, закончил курс, да, у него была цель, он до этого в Кузуале только работал, найти работу в, ну, что-нибудь связанное с концептингом. Пока он ее искал, у него был, видимо, фриланс даже такой на концепт-арт, так он сделал его даже в манере лайновой и тоже было ок. Вот, это во-первых. Во-вторых, ну, в итоге-то он нашел, как бы. То есть, это было тяжело, потому что у него нет опыта в этой области, и никто не хочет никого без опыта, что логично. Вот, но со своим портфелем все равно нашел. Ну, я начнем с того, что, кстати, да, например, что, Мэтт Родз, с которым мы тут весь стрим поминаем просто без устали, он работает в Биоваре, он арт-директор, до этого был концептером, ведущим концептером, и то, что он рисует, довольно сложно назвать реализмом. Ну, да. Ему не помешало делать эти концепты к Масс Эффекту и Драгон Эйджу, вообще никак, абсолютно. То есть, это, его, кстати, об этом спрашивали тоже, он говорит, я такой вот, типа, сижу, рисую свою диснеевскую, вот эту мультатуру, что да, я люблю, типа, старые мультики Дисней, типа, про Атлантиду у них мультик есть, у него очень похожая стилиция. Вот, он говорит, я вот люблю это делать, я рисую до сих пор так, и приходят чуваки, которые такие, о, фотобаш, там, 3D, я говорит, вообще не помню, как они это делают, так круто все рисуете, мне так стыдно, я такой лох, короче. Но это не мешает чуваку работать арт-директором в Биоваре. он тоже в реализм умеет, просто ему это неинтересно, у него там была пара картинок, которые такие, прям от рендеринга и так далее. он говорит, что ему прям больно и очень тяжело, то есть это на самом деле к тому, что концепт-арт в этом вопросе, то есть если действительно, как бы разговор о концепт-арте, там вообще неважно, вы когда-нибудь видели, как выглядят, например, концепты костюмов, там, к каким-нибудь коллекциям модных показов, там вообще люди на людей пропорциями не похожи, это не как раз шить одежду, то есть концепт, это про идеи в первую очередь, если по вашим концептам, если у вас идеи крутые, да, да, если ровно в один в один, там моделеры не модели, это модель с применением, естественно, своего мозга и своих, там, каких-то художественного вкуса, то, как бы, это совершенно не важно, что у вас там не суперреализм, это что-то не задрочено, там, какой-то стилистикой, потому что концепт, это вообще не про рендер и не про задротство, но это про идеи. Ну, конечно, поэтому это... В общем, по поводу востребованности, опять же, я говорю, ну, например, основываясь на той информации, которая мне поступает от моих там студентов, бывших, нынешних и так далее. У нас даже был недавно разговор на курсе на моем с некоторыми студентами, типа, а что же у нас? В России только казуал нужен, либо фотобаш, а где же концепт-арт? То есть, они, даже некоторые считают, что концепт-арт вообще третья штука, там, то есть, как бы немножко теплое, с мокрым мешаем, ну, ладно, не важно. И сами мы пришли в итоге этого разговора к выводу, что да, все-таки есть, можно найти, тяжелее, естественно, да, но кто еще тут найдет, если вы качественно это делаете, в принципе, даже без опыта работы. Тут дело вообще не в том, казуалка, не казуалка и так далее, вы просто... в портфолио, как вы себе подаете еще на собеседование. Тут, на самом деле, в целом, я просто на всякий случай всем хочу сказать, ребят, вы понимаете, что концептеров, в принципе, ну, очень мало, потому что большая часть работы, где бы в кино, например, там, в мультиках, в играх, это вот, там, ее начали моделить, ее начали рисовать, потом анимировать, это вот такая вот ручная ремесленная работа, да, вот люди сидят, ее рендерят, там, что-нибудь делают с ней, а концептов нужно просто, не нужно столько людей, столько же, с которыми, не знаю, сколько анимируют эти модели потом, или столько же, сколько текстуры им красят, это просто время затрата меньше, и нужно несколько человек, там, команда, например, в том же вот, у Dragon Age, да, у них команда концептов всего Dragon Age, а по персонажам состояла, по-моему, из пяти человек. Да, 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 кстати, я часто, вот, если какие-то такие, они еще и появляются очень редко, даже на западе, такие вакансии, ну, я говорю, просто нужно долбить эту тему, если вам очень хочется концептов. Если, да, если вы именно вот прям концепт хотите, то это просто, ну, то есть, вот, ну, специальность, которой нужно не настолько много, потому что, ну, как строителей нужно больше, чем архитекторов, это просто, ну, вот, всем кажется, что концепт это какая-то вершина вот развития художника, это не так, это просто одна из специальностей, многим клево, многим клево что-то. Знаете, какая профессия самая востребованная, на самом деле, это программист. Ну, блин, это не честно. Это не честно, ты знаешь, как, я где-то видела вопрос в духе, а может ли художник получать столько, сколько программист, и я такая думаю, нет. На самом деле нет. Нет, нет, я вот не знаю, к сожалению, сколько у меня у коллег, например, на работе зарплаты у программистов, но я, наверное, не хочу этого знать, потому что у меня тогда случится, наверное, депрессия, просто потому что у них вот зарплата, ну, то есть можно быть очень, не очень программистом, ты будешь получать гораздо больше, чем начинаешь. Ой, там можно много чего так обсуждать, например, там какой-нибудь таксист суперкрутой будет много зарабатывать, ладно, лучше в эту тему не опускаться, потому что там какой-нибудь знакомый экономист, и так далее, ладно. вопрос о том, там, я не знаю, устраивает ли тебя твое положение, если тебе хочется больше денег, да, то если ты хочешь там рисовать, то вот, ну, короче, куча вариантов, всё зависит от тебя, хочешь вообще менять профессию, особенно если там тебе, ты не очень старый, да. Нет, потому что если хочешь на врача, как бы поздновато метаться, если тебе уже там 30-ник. Слушай, я недавно видела чувака, который в 40 на врача переучился и какой-то суперврач, или востребованный, да, вообще история успеха. Блин, значит, нет ограничения, ладно. Я просто недавно размышляла, кстати, это я размышляла вместе с моим мужем, он мне задал вопрос, я его даже сейчас тоже задам тебе, я его даже записала, он классный вопрос, выбрала ли бы ты эту профессию, если бы тебе дали второй шанс? Ну, то есть отмотать там 10 лет назад ты бы стала художником? Нет, я бы программист, конечно, пошла. Нет, бешу так стать. Он стал в плотнике, пошёл бы. Нет, ну на самом деле, знаешь, мне когда спрашивают, Маша, а почему ты рисуешь? Ты, наверное, просто очень любишь рисовать, я обычно отвечаю, что это наименее противный способ зарабатывать деньги. Да, да, кстати, он тоже так говорит, сейчас самая халява была, поэтому я её выбрал, а потом выяснил, что это не халява. Ну, то есть я на данный момент умею, это лучше всего остального, просто если я пойду куда-нибудь ещё, сначала у меня будут платить сильно меньше денег. И это будет сначала очень обидно, то есть, а у меня нет какого-то такого, знаешь, вот ты начал работать с никем-нибудь, знаешь, как бывает, люди отучились в институте, там, бухгалтера, поработали лет пять и поняли, всё, сил больше нет, хочу быть, не знаю, кем, в балет уйти. Вот такого у меня нету, поэтому я такая, ну, рисование, ну, блин, вроде прикольно, нормально, окей, почему нет? Ну, то есть у меня нет какой-то страсти такой, которая вот остаётся за границами работы, я очень страдаю без неё, поэтому, блин, нормальная работа, прикольно, даже картинки там сидят. Да, да, понятно. Алина ещё вопрос задала. Блин, а сколько рендерить картинку норм по времени, если ручками без фоток всего и т.п. в среднем? Какая, какая картинка? Ну, то есть, картинка... Я не знаю, блин, многофигурку, да. Да, может, это летающая голова. Вот, может, это летающая голова, может, у вас многофигурка там в космосе, не знаю, там, 150 персонажей, и там ещё роботы и так далее, ну, то есть, это вот, ну, очень разные вещи. А она у вас реалистичная или казуальная? Ну, то есть, блин, это миллион каких-то опций, короче. Я знаю, почему Алина задала этот вопрос. Она делала дерево, там, одно в течение недели, что-то в этом духе рисовала. Не, ну, блин, даже какая разница, если ты неделю это дерево делаешь, потом ты следующее дерево будешь делать дня три. Потому что ты знаешь, как делать деревья. И вообще, мне, кстати, часто задают вопросы на курсе, типа, Лина, сколько надо, как быстро? Я пять часов потратила, я, типа, наверное, дурак. И всё такое. Вот это нормально, это ненормально. Это не важно, потому что вы этому учитесь. Хоть там месяц, блин. Важно научиться, а потом уже там как-то ограничить себя, и то вас, скорее, всю жизнь ограничит. Ну, то есть, да, мне, кстати, тоже регулярный вопрос задают. Единственное, что на некоторых вещах это проще сказать, сколько я должна занять. Ну, в духе, знаешь, сколько должна занимать иконка. Вот сколько вы на работе на иконку должны тратить. Ну, это, в принципе, ответ на который вопрос... Там что-то иконки. Не, ну, там, на самом деле, есть. Можно, знаешь, как-то их оттипировать, потому что штука простая, и она такая измеримая. То есть, в духе, вот, иконка, там, типа, вот такая простенькая для этого, она, там, 4 часа, вот такая, не знаю, 2 дня, потому что, потому-то. Вот, то есть, это хоть как-то, я могу, знаешь, там, вот разделить, типа, в духе, вот, Джун должен сделать её за столько, там, мидл за столько и так далее. Я вот в работе ставлю людям сроки, то есть, у них же задачка сроки стоят. Я на это могу ответить, но если эта картинка вообще, то есть, например, уже иллюстрацию очень сложно, как бы, посчитать, если у вас изначально нет чётко заданных каких-то там рамок. Чем сложнее вещь, которую вы хотите отрендерить, тем сложнее посчитать на это время. Я вспоминаю работу в Молье, сразу там всегда срок, типа, ну, короче, нам к этому числу, и всё. Ну, типа, ты должен успеть. И неважно, когда она, там, через 5 дней или через месяц. Просто, вот, типа, релиз будет тогда-то, там, нужна рекламная акция или что-нибудь в этом духе. Ну, так, это достаточно, на самом деле, лайтовая постановка сроков была в этом, в отделе маркетинга. А там уж ты, на самом деле, сам уже рассчитываешь под этот срок на офигануть ли многофигурочку. Или нет. Или нет, или там, ну, это, не размахиваться. Так, ладно, давай ещё посмотрим. По поводу остальных картинок. Опять же, ну, я вот не знаю, даже вот этот пейзаж смотрю. Композицию можно интереснее придумать. То есть, я даже не знаю, что ещё комментировать. Рендер можно прокачать. Плановости я пока не вижу. Дальше это можно делать. Вот как отрендерить, это типа, доделать девочку, которая со слониками вокруг неё? Сложный вопрос. Ну, то есть, это отдельный навык, получается, идея может быть интересная. Анатомия, я тоже не знаю. Но всё достаточно скетчёвое. Но вот эта вот часть, вот эти вот работы у меня лежат в этой папке, похожие на скетчи. То есть, я рисую, может быть, даже подобные вещи в качестве скетчей, да, но потом что-то с ними делаю. Я имею в виду по московости вот это вот. По проработке. У меня даже дешёвее выглядят такие вещи. Вот, например, ещё интересная картинка с рукой. И вот какой здесь дать совет? Я просто не понимаю, в какую сторону автор хочет двигаться. Если это какой-то уникальный авторский стиль, мне кажется, он недостаточно звонкий, потому что такое кисточка одинаково забита, такой ватный. Вот. Если это реализм, то, ну, наверное, надо делать более реалистичный объём, даже при таком свете. Там есть различные художники, которые рисуют цветной. Я, правда, именно их не вспомню. У них можно подглядывать, как это делать. Такие прям цветастые штуки, прям, вылетели с головы. Вот. Вопрос, что автор хочет? Ну, вообще, бросается в глаза именно вот эта ватность. Да? Да, но тут, на самом деле, самое главное, знаете, я один раз прочитала очень прикольное определение, что такое, типа, дофиналивание вообще картинки. То есть, вот этот процесс, когда ты переходишь, типа, от скетча, там, или чего-то такого, к финальной картинке, это ты избавляешься от лишних деталей и мусора. То есть, по сути, чем чётче картинка, тем более, ну, тем лучше она воспринимается, потому что человеку не нужно искать где-то границы чего и на чём кто стоял. Поэтому самое лучшее, что можно сделать для финальной картинки, это сделать чёткие границы у предметов. Да, это действительно самое первое, что надо сделать. Рука, она жёсткая. Поэтому края должны, по идее, жёсткие у неё. По крайней мере, в этой картинке. Да, на самом деле, любой, потому что сначала лучше... Всё, кроме ваты, имеет жёсткие края. Сделайте сначала жёсткие края. Вы их мягкими всегда успеете сделать. А вот в обратную сторону, это геморрой. Лучше от жёсткого, короче, к мякам. А там нужно где-то засветить краешек, потому что там свет попадает. Ну, взяли поверх, засветили. Но если вам не понравилось, вы это стёрли, у вас жёсткая рука обратная. Попробовали смотреть? И рисовать хотя бы в двух слоях, чтобы эту воскость поддерживать, потому что это жесть. Если это всё в одном. Ну, если, конечно, масло, то тут ничего я не могу сказать. Масло. Например, это просто мучаетесь, да? Да. А что скажешь вот по этой штуке? Я вот теряюсь. Сейчас она у меня подгрузится. Персонажики там встаёт. С какой-то палкой, на которой ещё и что-то мохнатое. В первую очередь непонятный сюжет, на самом деле. Вот. А по поводу техники там, как они стоят. Ну, композы, во-первых, можно делать динамичнее. Просто столы там стоят. Вот эти вот какие-то параллельные палки. Во-вторых. Сейчас у меня, кстати, немножко отвалился наш... А, стринг, всё, нашла. Здесь меня в первую очередь смущает то, что оно всё полосатое. О, да, кстати. Ну, такое. То есть его как бы перечеркнули, всё. Оно просто рябит очень сильно. То есть полосочка... Знаете, вот полосочки, если сфоткать человека в мелкую полосочку, как тельняшка, вот надеть его целиком в эту тельняшку, на фотке такой странный эффект появится, как будто там рябь натуральная. Вот такая, когда телевизоры плохо показывают. Ну, это оптическая иллюзия, но, в общем, это очень ритмический, настолько мелкий рисунок, он раздражает взгляд. Это клёвая штука, чтобы внимание привлечь, но только если она вот... Вот на девочке эта полосатая кофта, она как бы логична. Плюс там ещё световое пятно, да. Да, вот мы на неё смотрим, там световое пятно, мы такие, о, девочка, как интересно. Но там ещё рядом какие-то свитки, а вот они таким же чёрным перемотаны. И ни в одном месте, где у неё вроде как завязочка, а просто вот такая коляка-маляка, туда-сюда, туда-сюда. И непонятно, то ли нам это что-то волосы какие-то, то ли они полосатые, то ли это их перемотка, то ли это просто скетч, вот там быстро форму как-то наметили на себя. Но почему оно такое чёрное? То есть и при этом рядом книжки такие вроде более прорисованные, они такие серенькие, такие спокойные, без какой-то контраста. В общем, вот избавляться от контраста там, где его не должно быть. Я всё время смотрю на свитки в правом углу. Я пытаюсь понять, что это за швабра. Что это за пушистая штука. Не, ну короче, картинка разваливается по сути. То есть непонятно, куда смотреть. Чтобы было понятно, куда смотреть, должны быть фокусные места. Как сделать фокусы? Контрастами, светом, чем-то таким. Это всё приглушать. Текстуры из-за них разваливаются, надо сделать более равномерную. По сюжету я уже сказала, что меня смущает, анатомию я не буду комментировать. Потом сами стоят, ну не знаю, по крайней мере вот этот персонаж, мне не нравится, что у него такая вот прям под 90 градусов рука какая-то вывернутая странная. Движения в этом мало. Хотелось бы, чтобы они как-то объединялись, композиция более интересная, а не просто, ну знаете, вот одно дело рисовать человечка, когда он просто палка-палка-огуречка, он стоит. Или там дом, это дом, это домик, вот у него крыша. А правильно, чтобы зрителю было интересно на это смотреть, чтобы он запоминал эту картинку, себя сохранял, там какая она классная, это воспринимать, как либо крутое пятно, либо движение, которое как-то закомпоновано, то есть более абстрактно к этому подходить. То есть если бы я рисовала подобные сложные артисты, вот эти персонажи, я думаю, на самом деле так делают любые, кто делает сложные иллюстрации с персонажами. Сначала рисуются вот эти вот болванчики или джестерс, вот эти вот просто линии на маленьком объеме. А потом уже вот эта детализация, детализация, тут изначально должна цеплять даже вот эта лайновая какая-то композа, на которой ничего еще нет. Ни швабры, ни волосков, ничего. То есть именно движение. Если на самом деле здесь откадрировать вот эту картинку, отрезать сверху кусок и снизу кусок, чтобы она стала горизонтальной ориентацией, будет на самом деле гораздо интереснее. Да, а там еще куча мест, где ничего не происходит. Непонятно, зачем они нужны. Странно просто. Там ноги, которые скучные. Вот, ноги скучные. Лица персонажей гораздо интереснее всегда. Зачем нам ноги тут? Вот. Верхняя часть со шваброй. Вот. И так, во-первых, мы сразу будем только на лица смотреть, потому что у нас выбора особого не будет. А на самом деле, знаешь, такой большой соблазн, когда ты начинаешь рисовать, ты такой думаешь, блин, я же уже ноги рисовал и теперь жалко их обрезать. У меня тоже... У меня тоже такое надо бывает, знаешь, нарисовать. Да, жалко что-то выкинуть или обрезать. Просто избавляйтесь и всё. Головок персонажа наскетчил такой, типа, ну я сейчас быстро его построю, чтобы мышцы были так классно получилось и ужасно жалко его одевать. И ты такой думаешь, вот я думаю, что так были сброницены бронелифчики. То есть человек рисовал классную эльфийку и такой, блин, ну как же так, я всё это закрою, так быстро прикрою, короче, некоторые места только, и всё, чтобы просто было, вот всё это видно было. Ну допустим, что это у Калатова валет, или кого-то свечку держать надо было. Как он к этому пришёл? Вот, так, опять, 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 Алина всё не может. Сколько, блин, а сколько всё-таки рендерить картинку норм по времени, если ручками без фоток, без всего? Алина, мы же вроде ответили на этот вопрос. Ты всё равно его задаёшь второй раз другой формулировкой. Ты можешь рендерить хоть месяц. Если научишься, то можешь сокращать уже время. Это нормально. Я своей старой работой, когда ничего не знала, делала долго, причём они получались в итоге плохие. Но что-то я там из этого узнавала в итоге. И следующее побыстрее, ну и даже и по качеству получше, и так далее. Если на работу тебя, например, взяли, ну не знаю, давай ограничение, неделю поставим на промо-арт, какой-нибудь там пейзаж не очень сложный, но вот максимум. Окей. Вот я думаю всё это удовлетворит. Валентин Хозяинов. А уже был вопрос баш или рисование? Я вроде да. Я вот смотрю, ну как бы макузуалы, фотобаш и концепт-арт, что-то такое. Я вот смотрю работу крутых концептеров, а там либо шейпы, либо баш в основе. О, вот это интересная тема, на самом деле враньё, потому что выкладывают просто на станции крутые концептеры, всё такое, только красивое. А красивое это что у нас? Баш, шейпы и всё такое прочее. А всякие вот не очень симпатичные концепты, которые были в производстве, которых было больше, чем этих работ, они никогда не попадут на станцию, что логично. У меня полно плохих работ, которых вы никогда не увидите. Это с работы просто. Ну то есть, я не знаю, бывает, это нормально. Не выкладываешь, и всё. Плюс один, да. Ну у меня, слушай, у меня просто, у меня полно работ, которые вы никогда не увидите. Я работала в аутсорсе, это значит, А, ну да, значит, всё, никогда. Да, да, то есть с высокой вероятностью, мало того, что в принципе, когда ты работаешь в геймдеве, всё, что ты можешь выложить, там, если по текущему какому-то работу, ты выложишь через год, если тебе повезёт, через три, если не повезёт. А тут ещё куча разных фирм, которые делали игру, например, она вообще не вышла никогда, и ты никогда её не выложишь. И ты такой, но ведь я, но, и вот серьёзно, поэтому нет, у меня на самом деле, а сейчас я ещё и не рисую толком, и чужие работы там доделывают, понимаешь, я могу её выложить, но там половина сделана другим человеком, например, лицом мной только, и как вот я это выложу? Да, 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 это в граффити такие проблемы, тоже рисуют, вместе нарисовывают. Да у всех такие проблемы, то есть, ну на самом деле, насколько я знаю, что у всех, кто более-менее там что-то менеджерит, у них просто всех так, и у них нечего выложить, и такие, но я ведь, но ведь я, я арт-директор, но у меня нет картинок. Вот ещё вопрос тут был, из блока про казуал, Кирилл Буровин спрашивает, ну и может посоветуют какую-нибудь литературу, видео по казуальной графике, если больше, пока нет денег на курс? На самом деле, насколько я знаю, сексуальный график... паблик Маши. И наш паблик. Ну, да. Маши есть токторы. Я всё собираюсь написать что-нибудь по поводу, как сделать казуальную графику, если вы, ну не знаю, типа взять, как взять дерево, сделать его казуальным, но я никак не могу этим заняться. Вообще, на самом деле, очень мало кто про это пишет, не знаю, кстати, Видимо, считает ли, потому что это для лохов, нужно писать вот только про футабаш, потому что, если ты скажешь, что тебе нравится казуальная графика, то ты будешь изгнан на сообщество художника. Да ладно, гнать-то, их всё равно больше. Ну, понимаешь, это одно из сходности, а в душе они такие спят и видят, как они рисуют карты для... Я бы, конечно, с удовольствием посмотрела такую туторию. Вот. Я могу сказать, что, во-первых, просто, по-моему, есть куча всяких зарубежных, вот Сэм Нильсон, например, так рисует, есть куча разнообразных таймлапсов, они необычно не объясняют. Сэм Нильсон, кстати, подойдёт. Ну, он, скорее, по-фиксар такой весь. Ну, так чего, это тоже казуальная. Ну, такие смежные надо смотреть штуки. Ну, да-да. И потом, даже по казуалу пригодится основа, да. Основа, это какой-нибудь из бесплатных, это канал на ютубе, CGFish называется, из таких старых. Потом есть ресурс, там, Control Paint, например. Там можно посмотреть. Он, правда, по-моему, платный. Ну, в общем, на самом деле, вот точно, я говорю, Сэм Нильсон точно объясняет, а принципы стилизации, то есть вот, ну, то есть вы в сторону Питцара его стилизуете или там, не знаю, куда ещё, или в сторону Диснея, они всё равно одинаковые абсолютно. И, о, я вспомнила, я вспомнила, сейчас я таким замшелом, короче, этим. Был такой ресурс в вина моей далёкой и далёкой юности. Я не знаю, Лина, может, его, кстати, помнит. Дравманга назывался. Ну, я, правда, на нём не сидела, но я его не услышала только. А я сидела, потому что я человек, который начал свой путь славный просто в CG, не только в CG, выкладывая рисунков в интернет с казуальных рисунков. Я, не знаю, Лина, кстати, могу тебе скинуть ссылку, там мой первый рисунок выложен в сеть, там просто вообще вас... Да, он очень старый, он вообще красками, но он греет больше. Надо мне тоже свой найти. Ну, ладно, в следующий раз. Да, я очень старалась. Вот. В общем, смысл в чём? На самом деле, там вот принципы, по которым стилизуется аниме, вот этих тутеров в интернете точно дофига, они подходят под любую казуальную графику. Ну, то есть, выньте оттуда просто вот эту вот стилизацию, типа, глаза именно такой формы, и всё. Принцип типа башка больше, там нос меньше и так далее, они абсолютно точно подходят, я вам гарантирую. Я до сих пор пользуюсь... пользуюсь ценнейшими знаниями, которые получены были из этих замечательных туториалов. Я серьёзно говорю, я волосы всё ещё до сих пор так рисую, как там написано. Ну, прикольно. Вот, кстати, у меня картинка тут висит. Какие-то комментарии у тебя есть, может? Персонаж. Я вообще ничего не понимаю в персонажах. У меня вопрос, на самом деле, почему она попает-то к нам? Ну, то есть, она прикольная, мне даже нравится идея такой-то то ли растения, то ли какая-то рептилия, но... Аргенианин, наверное. Это же Аргенианин. Я хрен... Я хрен знает. Вот. И мне нравится её хвост, и он даже красиво выглядит, вот этот вот силуэт повторяет поясницы, но, к сожалению, он начинает ломать форму, потому что он слипается с ногой. Если его бы увести либо за ногу, в смысле, вот и по его линии движения, он бы ногу перекрывал и выходил с правой стороны, либо вообще в сторону левой куда-то, то было бы лучше. То есть, вы когда перекрываете одними частями персонажа, другие части персонажа, вы смотрите на целый силуэт, это вообще читается или не читается? Вот сейчас непонятно, то ли у персонажа юбка, вот мы силуэт зальём, там будет то ли юбка с каким-то странным турнюром, а там вот этот карандаш сбоку торчит ещё у неё, видимо, в другой руке с какими-то листьями. То ли это у неё бант там торчит, то ли это что, что это в другой руке, очень загадочно. И тоже, что у неё на голове, ну вот рука читается около головы, но, например, силуэт лица уже читаться не будет. Хорошо читается поясница, грудь, вот рука правая для нас, ну и, наверное, силуэт вот правой ноги и так далее. То есть, вы стараетесь, если вы перекрываете одним объектом другой, чтобы он выходил с другой стороны объекта тоже и показывал нам, что одно перед другим, а то он начинает слепаться. Это про это, кстати, клёво рассказывал, я не знаю, если кто-то был на первой самой артиллерии, про это очень... Я, по-моему, была, я на второй была. Я запуталась. Ты на второй была, я тебя не видела на первой. Вот. Там рассказывал, по-моему, если я ничего не путаю, Яспер про это рассказывал. Это такой крутой художник, который, кстати, до сих пор красочками рисует. Он там рассказывал, как он добивается ощущения, что персонаж объёмный, когда начинает одними частями перекрывать другие. Там, например, меч ставит, который перекрывает ногу и ещё, короче, плащ, который перекрывает тушку, там, ещё что-то. И вот как они вдруг, вот этот слои... То есть он создаёт слои, как в пейзаре, в передней, да? Да, да, да. Да, только в персонаже. Вот если она есть в записи, я, кстати, не знаю, есть ли или нет. Ну, не знаю, наверное, как-то платная где-то она лежит. Черт, ладно. Либо бесплатная, но мы не знаем где. Не будем искать. Вот. А вот про это что скажешь? Она такая стилизованная, непонятно. Туда-сюда. О, файлик. Ой-ёй, сейчас попробую перетащить его. Такать оригинал. Во. Так, ну вот, первая работа Маши получается. Маша. Кстати, похоже, чем-то вот на это, да? Ну, трендер получше. Ну, да. Ну, я очень старалась, я рисовала целых три дня. Ну, да, нормально, чё. Когда ты не знаешь, что делать, ты делаешь что-то долгое. Ну, да. Ну, в общем, на самом деле, по поводу вот этой картинки, которая сейчас, она... Я пытаюсь понять, в чём сюжет, и почему мужик жжёт курицу, а девочка пытается кролика отнять. Ну, типа, она, видимо, веганка, почему-то с своим кроликом. А почему там сзади какие-то люди в кимоно? Это был квест. То есть, там было два квеста, нарисовать курочку и нарисовать день фонарей. Человек выполнял два квеста в одном просто. Ну, то есть, тут, на самом деле, можно было бы это обыграть, но персонажей тоже уж тогда в кимоно одеть, а то они как будто вообще не отсюда там. Почему сзади эти чуваки? Да, возникает куча вопросов к сюжету, кстати. Может быть, были бы они в кимоно, ладно, но почему сзади действительно? На самом деле, да, то есть, короче, этот сюжет, он требует явно какой-то додумки с точки зрения, как это всё объединить в одно. А по поводу стилизации самих персонажей, ну, мне нравится, как курточка сделана, вот, одежда у неё тоже, а лица, не знаю. Мне они, кажется, не очень привлекательные, можно их ещё интереснее, по-моему, сделать. Даже в стилизации. Или мне кажется? Да нет, они просто обычные, то есть, они миленькие, мне нравится, как у девочки вот свитер, такой, что он пухлый и такой сползающий. Ну, у нас получается, что, говорю, фокус как-то получается на одежду, что она красивая, нам нравится, а лица не очень. Слушай, ну, я не могу сказать, что они мне не нравятся, они просто есть, то есть, если они такие, типа, стилизованные и про эмоции, то ты их особо, ничего с ними такого не сделаешь, ну, ты же не будешь татуировки им на всё лицо рисовать только. Ну, то есть... Это тут кусочина, я не могу однозначно сказать, что, что, как, куда. У меня они не вызывают, то есть, в рамках, как бы, стилистики они просто норм, они свою роль выполняют, тут просто физически нельзя сделать их как-то суперинтереснее. Ну, то есть, а как? Ну, ладно. А ещё, мне кажется, вот странно, там уровень рендера скачет от части к части, курица, например, вся такая прям реалистичная. Курица божественная вообще на самом деле. Да, а парень как будто относительно курицы недорисован, и там лайны есть. А сзади вообще, ну, почти без лайнов и плоские такие, ребят. Что-то я путаюсь в стиле. И при этом очень клёвый свет такой от этих фонариков. Ну, да. В общем, да. Я бы по стилю собирала ещё. То есть, если что-то рендерил, так курицу, то будь добра дорендеривать и остальные части, либо курицу сделать более стилизованную. Я бы так вот, наверное, подумала. Можно, конечно, всё это забить. На самом деле, так оставить. Ладно. Если, ну, раз уж просят фидбэк, то вот такое у вас мнение на эту тему. Так, у меня кончилась, по-моему, эта папка, или нет? А, остался вот этот пейзаж. Ну, такой супер скетчовый и сама композиция достаточно простая. Цвета, ну, ок, потому что это, ну, типичное комплементарное сочетание жёлто с голубым. А вот композицию можно интереснее решить. Ну, то есть, это довольно долго можно подбирать, там, думать, тренировать композицию. Я вообще хочу отдельный курс сделать по композиции, там, хотя бы на месяц, где даже рендер там не начинается, но человек думает именно про композицию. Мне кажется, этот ритм какой-то скучноватый, то есть, вот эти палки довольно одинаковые. Ещё вот это, ну, какой-то вот этот заворот не очень динамичный. Может быть, вот эту часть, например, оставить, а это уже какая-то получается симметричная фигура, вот этот эллипс прям такой круглый, что-то не то. То есть, когда рисуешь такую динамику какую-то, хочется там точку, что ли, поставить, или там более сложно её завернуть, тут она такая, как рамка в рамке получается. Ну, тут ещё на самом деле есть клёвая точка тоновая, фокусная, вот это жёлтое свечение или что-то. Вот, но при этом она находится в левой половине и не ведёт вот эта лодка и правая половина как будто вообще ни к чему-то. То есть, если отрезаться, картинка вообще ничего не потеряет. Вот если её по вот этой первой тёмной колонии там обрезать... Да, фокус почему-то в каком-то неправильном месте. Ну, если делать классический такой пейзаж с европейским восприятием, логичнее было бы сюда воткнуть эту жёлтую штуку. Типа мы смотрим вот отсюда, вот туда вот, вглубь. Ну да. Вот. Как бы завернуть не получилось, что-то не то. Вот, это по композиции, а рендер уже дальше рендери, потому что, да, тут не дорендерено. О, дальше у нас суровый фотобаш, всякий разный. Давай я вопросик какой-нибудь задам. Потому что дальше такая занудка, на самом деле, как у меня на разборах. Так, что тут у нас за вопросы есть? Дайте, Алексей Карпенко говорит, дайте больше источников на знания по композиции цветов. То есть, у Алексея Карпенко есть какие-то источники, которые я не знаю. Он хочет больше. Я должна его впечатлить. А вдруг я сейчас скажу источники, которые он уже знает. А ему больше надо. А ему больше. Это забавно. Вот. Ладно, давай пару сразу классики, книжки скажу. Скажу две, которые все говорят, а третью никто не знает. Значит, первая, Джемс Гарни «Цвет и свет». Хорошая книжка, правильно все рекомендуют. По композиции «Фреймд инк». По композиции, на самом деле, было бы круто, если бы было больше книг. В общем, но их нет. Но их нет, да. Может, будут, может, я напишу. Отлично будет. Вот. И еще одна неизвестная по композиции для пейзажей. Я это все потом напишу в описании, наверное, под стрим, чтобы вы не искали. «Эдгар Пэйн композиция оф аутдор пейнтинг». Редкая книжка, ее только по заказам из-за рубежа можно достать, но она прикольная. То есть она старая, не знаю там, с каких годов, и человек там пытается разобрать всякие типичные приемы и в каком случае что делать. Вот. Я такую не слышала. Твои варианты? Мои варианты. Ну, Гарни я тоже всем рекомендую. Вот. По поводу композиции, ну, я тоже ничего особо такого не посоветую, на самом деле, по той простой причине, что их нет. Вот. Ну, серьезно. Я на самом деле, честно скажу, что вот Гарни, наверное, единственная книжка, именно книжка, которая мне реально была полезна. Я до Фрейнтинга так добралась когда-то, очень стыдная. Ну, полистай. Я его воспринимаю как пособие по просто таким разным приемам, подписи. Ну, ладно. Я уже ничего из этого не помню. Я просто помню, какие-то приемчики можно полистать. неплохо. Ну, да. Я честно признаю, что большую часть каких-то полезных приемов я натырила из каких-то чужих комментариев, там, каких-то стримов и прочей фигни. Вот. То есть, вот из очень разрозненных источников, знаешь, вот один кто-нибудь ведет стрим, и тут ты из целого стрима выносишь целую одну полезную мысль. Это, на самом деле, очень круто и очень продуктивно. Да, надеюсь, у нас такой стрим будет, что из него хотя бы одну мысль кто-то вынесет. Да. Я еще, на самом деле, я сейчас гнусно сдам человека больше, где-то, наверное, ну, минимум четверть полезных приемов, которые в работе регулярно использую, меня научил Леша Яковлев, курсант. Угу. Ну, еще, он хорошо категоризирует и пишет статьи всякие разные. Кроме того, Леша святой человек совершенно, потому что он отвечает на вопросы всем, кто его спрашивает. Эй, ты все палишь-то. Сейчас все ломанутся к нему. Да, вот, пожалуйста, не издевайтесь над Лешей и дайте ему спать, есть и так далее. Но он очень крутой, вот он иногда пишет какие-то свои мысли на тему, просто паблик можно, в общем, без проблем найти, почитать. Он очень, очень крутой систематизирует. Он хорошо стиматизирует, да. На самом деле, в нашей профессии очень мало людей, которые что-то систематизируют. И этим занимаемся мы, на самом деле, преподаватели. Вот. Так, по поводу еще вопросов. Давай сразу скажу. Технический вопрос. Катя Быкова. Наверное, немного странный вопрос, но какие цветовые профили вы используете? Просто часто сталкивалась с проблемой, что цвета сильно разные, на разных устройствах. Сейчас, правда, вроде не нашла нужные, но интересно, возникала ли подобная проблема у вас в проектах, есть ли стандарты в компаниях? Есть. Но он у всех один. Он единственный, который точно работает хорошо. В фотошопе он называется sRGB. Маленький s, потом дальше rgb, там, по-моему, дальше 1966, и какие-то еще буквы, но это уже не важно. Он единственный, как он называется. Ну, это для сохранения же. А для работы другой можно использовать, разве нет? Зачем? Ну, то есть, я сейчас объясню. Давай. Нет. Короче, как эта штука работает? Из-за чего у вас какие-то цвета тусклые или еще какая-нибудь фигня? Когда картинка находится на девайсе, любом, ну, на компе у вас, на планшете, там, вообще на телефоне, вообще неважно где, да, она содержит тот цветовый профиль, который есть у вас там, у девайса, показывает все красиво и так далее. Но при пересылке есть такая вещь, называется веб-цвета. На интернет до сих пор пересылают не весь спектр цветов, которые могут показать наши мониторы, потому что они немножко дальше шагнули, чем кодирование цветов в интернетах. Ну, когда вот вы пересылаете так иначе через сеть. Веб-цвета это и есть с RGB, поэтому если вы будете изначально рисовать в другом профиле или сохранять в этом профиле, типа для веб-цветов, а не в другом, у вас цвета могут побиться, потому что у них кодировка слетит. Из-за этого он может стать тусклый, пережженный, какой угодно, то есть там зависит от того, чего там рисовали. Вот, поэтому если вы рисуете не для печати, там CMYK нужен, но CMYK нужен тоже, их куча разных вариантов есть, их нужно подбирать под конкретную машину в конкретной типографии печати, это уже отдельная тема. Если вы рисуете для чего-то, что будет демонстрироваться только на экране, чего-нибудь, рисуйте в sRGB, никаких проблем у вас не будет. А я что-то не в sRGB рисую. Я все равно, конечно, сохраняю через Safe for Work, конечно, все эти последние. Я, кстати, не замечаю, чтобы он так сильно прям коцал вот что-то цвета. Оно не коцает, оно иногда может сделать их тусклее, то есть сейчас практически всякие там ВКонтакты и так далее, ВКонтакт какое-то время, лет пять назад мне сжирало красные цвета. Да, да, я видела, что это звучало. Вот, и до сих пор у меня где-то лежат картинки с этими пожаротными цветами, там только если ты документом картинку прикреплял, там все нормально было. Это просто проблема сжатия была, а это связано именно с пересылкой и перекачкой каких-нибудь картинок и так далее, поэтому если вы рисуете на там типа нормальный, иногда фотошоп сохраняет окей, иногда была вставлена какая-то картинка, которая мешает ему кодировку нормального воспринятия, но и сохраняет, получается какая-нибудь жопа. Видно, почему-то. Он все равно просто сейфовый веб он делает в SRGB. Ну, какая разница, в чем ты изначально рисуешь. Я цвета сравниваю, если честно, не вижу разницу. У меня, правда, какая-то лажа с винду, и он все время везде разное все показывает, только в фотошопе истинный цвет. Ну, короче, смысл в том, что это просто максимально сейфовый вариант, который точно не даст никаких странностей. Поэтому все, кто... Да, окей, хорошо. Я попробую, посмотрю. Но я, кстати, по печати все равно, правда, хочу делать картинки. А там надо изначально, то есть там просто по-хорошему нужно сначала найти типографию, выяснить, какой у них профиль СМИ, как настроены, да? Как настроены все эти печатные машины. Ну, это сложно, да. О, да! Не, ну, на самом деле, если вот я, например, рисовала для Вичбука, год назад тоже получается, в прошлом апреле, они причем не заставляли людей рисовать СМИ-ки, они добрые были и сказали, можно в RGB, мы потом сами все переведем. Обычно СМИ-к страшно просто доживет цвета, как собака, потому что... Ну, если кто-то знает разницу между излучаемым цветом и отраженным цветом, да, то вот СМИ-к это отраженный, а то, что мы рисуем на компете излучаемый. Сейчас все будут включаться от стрима. Да, 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 да. Ну, в общем, короче, если кратко, то некоторые цвета, так как вы их нарисовали, он физически в печати отобразить невозможно. То есть, ну, это просто закон физики и это нельзя сделать. И они вот бьются. Но и обычно при переведении ржебишных картинок в СМИ-к получаются ужасные просто вещи, но я не знаю, как ребята, организаторы это вытянули, но у меня в печати картинка с кучей подобных цветов. Выглядит очень прилично, почти так же, как на мониторе, но это вообще какой-то подвиг. Но чуваки с типографиями работают просто уже сильно не первый раз. Ну, хорошо. Значит, можно все-таки не париться и пусть кто-нибудь другой все это чинит. Отлично. Нет, мораль была не в этом. Наверное. И она на это понадеяла, да. Вот я тут вытащила работы, они все про фотобаши, такие, более-менее отрендерены, поэтому в отдельную категорию отнесла. Мне нравится вот эта вот тема со сбой и кучей корней. Мне кажется, с композицией что-то такое. Во-первых, сам домик как-то не совсем в третях, при этом в этой части пусто справа, получается. Ну, то есть, чисто компознение оно смущает, а так по рендеру, типа, если хочешь пореалистичнее, если уж начался такой фотобаш, так фотобаш с блюром и всем таким, то здесь путь добра, фоточки вкладывать, все такое, либо все стилизовать, либо что-то среднее придумывать для себя какой-то стиль на эту тему. Основная моя претензия наверное, только к композиции. Потом, что тут у нас еще есть с фотобашей? А, Волкова, Вероника опять. Поучаствовал в Делик, сделал свой склик, я уже показывала вот одна из работ. Спрашивала она мне здесь, как бы так, что делать с землей? Короче, по-простому. Гору сдвинуть почему-то нельзя, говорит. Я знаю, что она в центре. Ну, я такая, ох, не сдвигай. Я бы еще, кстати, по рендеру, если сразу придираться, что свет можно поаккуратнее сделать. Мне не очень нравится, когда прям бухают, ну, именно в реализм берут, просто кисточкой шлепают, так и типа сойдет. Там все-таки чуть-чуть посложнее край будет, и так далее. Если уж делать реализм, то можно его делать посложнее. По поводу земли, ну, нужно сделать интересную землю. Сейчас она просто, ну, мне кажется, деталей не хватает. То есть такие пятна, в которых ничего не происходит. Заворот, может, интереснее, но можно еще сильнее его вытянуть, завернуть. У меня есть, кстати, похожее, ну, какое-то типа решение из моих работ. Сейчас открою. Ну, типа вот, то есть у меня тут и лужи есть, и много какой-то грязи, и тут земля, еще такое. То есть тут нет таких пустых мест. Я знаю, что ты делаешь специально такие вот, ну, как бы пятна, и это нормально, это хорошо и правильно, но конкретно здесь я все-таки добавила немножко каких-то деталей. Может быть, именно из-за поворота еще скучновато смотреть. Вообще, классный реф на пути всякие разные, на картинках, которые можно подоглядеть, это Шишкин. У него полно таких разбитых дорог. Или из всяких крутонок, это Спарх. Ну, у Спарха, конечно, там нереализм. Сейчас я его открою. Но он, в принципе, по композиции хорош для подглядывания, потому что он еще и делает все стилизованное, и ты не отвлекаешься на выдричи, на какие-нибудь штуки, просто смотришь, как можно интересно землю, например, сделать. У него куча вариантов Спарх. Вот. На тему земли можешь у него подглядеть. Мне кажется, здесь чуть-чуть не хватает каких-то точек этой детализации и более интересного поворота. По поводу самих зданий, там, кстати, что-то тон немножко такой скачет. Я бы, может быть, что-то потемнее вот здесь вот сделала. Вот эти вот, они как-то влипают. Этот домик к нам ближе, он светлее, тот домик дальше, а он темнее. Ну, то есть, такая типичная ошибка. Вот. Надо поаккуратнее там с тоном сделать. Тем более, что у тебя рассеянный свет. Все так просто. Ближе темнее, дальше светлее. Вытерял один и тот же. Все просто. Раз, два, три. Мне еще не очень нравится вот здесь в углу такой, не в той перспективе, на каком-то кругленьком холме. Избушка. Что-то, не знаю. Не очень, если уж допиливать. И здесь вот окклюзии, например, не хватает. То есть, дом должен быть достаточно контрастный, даже глядя на эти точки. А он тут вдруг провалился в какой-то тон. Странный. И вообще, вот это место. Я могу даже сказать, допустим, что дорога такая неконтрастная. Это может быть обоснованно тем, что там мега туман именно здесь лег. Но домик рядом с такими домиками здесь хотя бы в этих местах должен быть одинаковый контрастности вот с этими местами. Вот здесь тоже резкий какой-то провал. То есть, это надо аккуратно все подтягивать. Я понимаю, что это делик. Может быть, быстро. Горы сзади отличные, к ним никаких претензий нет. Это замечательно перекрыто. И цвета, и все остальное. Домиком можно еще делать, переделать. Стон подтягивается и дорога тоже. Вот я не понимаю, почему Максим дал именно эту работу на разбор. И что ты хочешь от меня услышать, потому что это скетч. Я же знаю, что ты умеешь рендерить. Что? Ну, типа, рисуй ветки красивее. Ну, как бы, композа ок, вроде бы. Мне только не нравится, что они так симметричненько вся стайка идут, три человека куда-то. Я бы их еще сдвинула куда-нибудь сюда. Так-то можно ее дальше продолжать. Ветками можно не все-все-все пространство прям забивать, еще и перекрывать вот эти силуэты. То есть, повторение какое-то еще перекрыть, одновременно. Довольно скучно. Можно остановиться где-нибудь вот здесь, в этом районе и вот тут. А здесь нифигачить ветки и что-нибудь там с деревьев, например, сделать. Ну, я считаю, что не так, что много их надо. Ну, на листьях какие-нибудь могу сделать. Ну, так. По анатомии опять я скипаю эту тему просто специально, да. Так, по поводу еще вот этой первой работы, я немножко даже ее верну. Вот эта. она такая, издалека, когда на нее смотришь, она клевая. Ну, буквально вот так. Типа, о, клевая фото, башка, нам что-то интересное. Хотя, на самом деле, все равно там. А когда разбираешься, там проблемы в основном с тоном и с... о, какой мне это он? И со светом. То есть, есть некоторые слепые пятна, например. То есть, вот у нас идет свет. Почему-то лучи резко здесь оборвались и даже не перешли вот на эти горы, хотя они должны были засветить. То есть, они что, светят за горы, что ли? Ну, странно выглядит. Какая-то засветка тоже должна быть. Здесь почему-то такое мега высвеченное слепое пятно, которое тоже особо не обоснованно. То есть, например, если даже оно так выжглось, то здесь должен быть луч какой-то, который это все высветил. И на самом деле, типа, солнце у нас не тут, а где-то там. И от него тогда... Ну, тогда я еще поверю, что такого тона. Здесь можно лучики типа черкнуть хотя бы условно. И здесь перекрыть. Что тут у нас еще? Это чисто по свету, что бросается в глаза по тону. Там надо отклеить планы просто. Ну, по сути, вот у нас где-то здесь упал прямой свет и куча теней, и их можно по плану все отклеить. То есть, объединения этого не хватает. Еще, например, сейчас это все покажу. Вот, например, у тебя коробочка, пусть даже 3D-шная, врезается в скалу. Тут должна быть окклюзия, какие-то затемнения в местах врезки. Должно быть потемнее с той стороны, где нет света. Ну, то есть, такие логичные вещи, которые в фотографиях, они за тебя не решают. Шины, ты все равно их должен дорисовать, докрутить. А у тебя пропал объем, например, на твоей 3D-шной болванке, подчеркни его, верни. Там, не знаю, здесь нарисовано, что-то куда-то сюда свет попал. Не знаю, не уверен, что он здесь может попасть. Наверное, тут рассеянно уже будет. Здесь точно тень. Надо ее, хотя бы форму эту вернуть, что она здесь вот должна быть. То есть, фотки не решают, и 3D-шка, все проблемы за вас. То есть, вы что-то стыкуете с чем-то, вам нужно нарисовать эти тени. Например, вот здесь. Вот и эта часть. Хотя бы объем какой-то вернуть. Очень часто в 3D еще плохой контраст получается между светлой тенью, например, из рендера выглядеть сухо. Надо это все подправить потом руками. Это не очень долго, на самом деле, делается. И если так обмазюкивать, вообще это можно делать через брать на сконтрас вот эти вот все curves и так далее. Вот здесь вот, наверное, более теневые какие-то места будут. Вот там внизу, как будто кто-то лампочку поставил. Откуда тот свет? Здесь вообще он не попадет. И вот здесь тоже облако засвечено. Вот у нас интенсивный источник. Он посветил сюда. Вот оно место нашего фокуса в том числе. Зачем ты вложишь фокусы в кучу вот этих мест? И еще там как будто лампочки влокнуты и светятся эти дымки. Давайте фокус сделаем. Здесь тоже вот это место привлекает внимание. Я бы его приглушила просто тоном. Ну, условно вот так сделаю, чтобы сильно не перемазывать все детали. Вот такие вот какие-то. То есть это нам не очень важно. Вот эта часть тоже вряд ли будет так сильно засвечена, если мы объемный свет имеем в виду. Вообще со светом простая схема. Вы определяете, где ваш источник и показываете, что он... Так, это ластик. Показываете, что он влияет на вашу картинку. Вот у нас где-то там источник. У него распространение света какое-то типа такое. А здесь будет затенение, здесь будет меньше свет. Надо показать, во-первых, всей картинкой, градиентами, во-вторых, ну, просто по композиции не уводить в разные всякие места странные. Вот. И, ну, и вернуть вот этот объем. Он еще и тут края какие-то желтные, на самом деле. Здесь вот просто жесткости в них как будто бы не хватает. Странно. Наверное, еще из затона. Здесь вот тоже опять вот втыкается одно в другое. Здесь должна быть тень. Наверное, я бы так отклеила. Сами горы. Такое чувство, что на них не влияет этот цвет. То есть, по идее, надо здесь форму подчеркнуть в каких-то вот этих местах, раз уж оно здесь пропало. Здесь хорошая форма. А в каких-то таких надо бы изобразить какую-то полутень. Хоть что-то. Здесь вылезла что-то светлая гора внезапно. Так, что тут у нас еще? Вот этот объект потемнее должен быть. Вот эта штука. Тут вообще цилиндр надо подчеркнуть, что у него ближе к нам будет более темно. Вот это что-то там, какой-то объем. То есть, я по сути восстанавливаю примитивы, которые тут должны были быть и фотками потерялись почему-то. О, теперь я понимаю, что происходит. Здесь вот это стоит, здесь то, здесь это, здесь вот это. Ура. Осталось, может быть, даже убрать лишнюю эту дымку в некоторых местах. Вообще, по поводу такой дымки еще очень частая ошибка, мне кажется. когда берут такую формацию, которая похожа на кучевые облака, делают ее полупрозрачной. Подобная дымка, она довольно плотная. То есть, если вы найдете вот такие вот горы, где висит вот такие вот формации, они будут плотны, через них не будет так вот просвечивать то, что сзади. Если вы хотите показать полупрозрачную дымку, она по-другому выглядит. Она такая, стелющаяся облака, больше подходит. Сейчас покажу. Типа вот этих. Такие, они могут быть полупрозрачными. Видите, я даже бросила, сейчас, несмотря на полупрозрачность, смотрится реалистично. Уже, уже понятно, почему. В общем, хотите полупрозрачность, используйте одну, опять же, градиенты никто не отменял. Ну и так далее. То есть, здесь надо вот вытягивать этот объем, дальше усиливать вот эти края. Я довольно долго это могу делать, выпиливать. Вот. И будет тогда более, она хорошая. Еще, может быть, по поводу фокусов, что-то у меня какие-то сомнения. Может быть, я бы больше подчеркнула какие-то места, типа, ну здесь вот просто слепое пятно, то есть надо детализацию здесь свернуть, не просто заливать белым. К тому же, получилось так, что у тебя, типа, вот такого тона света, он на 100% его отразил. Ну вряд ли на 100% какие-то места, где он не отразился. Блики, конечно, могут быть, но не в таком количестве, чисто по логике. Тенями я бы, может быть, поиграла еще, нарисовала их, если это в более жесткий свет. Вот. Я бы, знаешь, вот какие-то фокусы бы делала на ключевые места с помощью контрастов, например. То есть делала бы специально там посильнее окклюзию и вытягивала эти штуки. Например, фокус у нас получается вот здесь. Здесь я бы поконтрастнее бы, наверное, вот эти места сделала. И вот это вот тоже. И вот эту часть. Прям реально, чтобы взгляд по ним гуляла, было понятнее. И дымку в таких случаях на самом деле применяют в правильных местах. То есть правильное место для дымки здесь было бы где-нибудь вот тут. Прибить за фокусом что-нибудь, что нам не нужно на это смотреть, например, как-то аккуратненько. Типа, вот он фокус. И у нас он действительно становится фокусным, потому что он контрастный. На фоне ничего не происходит. Здесь тоже. Как раз вот здесь эта дымка была бы в тему. Она бы еще сильнее отклеила там. И подчеркнула, что туда надо смотреть. Хотя бы в какой-то там формации. Вот. Ну и так далее. Не долго, на самом деле, это обрисовывать. Примерно так. Так, по-моему, все посмотрели эти фотобаши. Ага. Еще вопрос. Давай посмотрим тогда, что у меня тут осталось. Что у меня тут осталось? О! Во-первых, сначала из чата, то, что сейчас написали, а потом, напоследок, самый интересный вопрос такой прикольный. Лина, Маша, какие у вас есть артбуки? Какие бы хотели, какие, может быть, нравятся? Маша? Да, у меня частично, кстати, твой звук отвалился. Пам-пам-пам. У меня есть артбук Overwatch. Вот. И он очень-очень крутой. Ну, то есть, как сказать, я честно признаюсь, что я артбуки иногда покупаю, а потом через полгода наконец-то сажусь его посмотреть. Вот. Я все время не могу до него добраться. Они у меня как кощей над золотом ключах, но я покупаю, кстати, не очень часто, у меня просто нету их ставки. Вот. Ну, вот, наверное, из последнего, что меня довольно сильно впечатлило, это буква Overwatch. Он, на самом деле, очень полезный, если персонаж, сравнительно-казуально рисуете. Просто там реально столько много крутых решений. Ты просто берешь их оттуда и как бы юзаешь. Ну, еще бы они не сделали там крутые решения. Вот. У меня, я не знаю, по-моему, он сейчас все еще продается. Мы коварно вместе с двумя коллегами заказали его при заказе и еще сэкономили на доставке Амазона тогда. Вот. И еще, наверное, из очень полезного это артбук по Fallout. Мне... Там очень клевые всякие ретро-решения технические. Я очень люблю ретро-технику и ретро-футуризм такой. И там, на самом деле, очень много классного, потому что там можно взять их и тырить оттуда тоже всякие идеи каких-то кусков доспеха, еще какой-то фигни. Они их много там еще так себе, то есть там не очень красиво, но это вот именно концепты-концепты. Но очень полезно. А еще такое тоже, если хотите делать что-то, где, типа, настоящее, ну, то есть реалистичный мир, ну, такой, наши дни, где нет каких-то там супер-скафандров и прочего, артбук по Last of Us. О, да, конечно. Там дикое количество концептов там всяких бандитов или там того же Джоэла, которые различаются натурально там какими-то рубашками, еще чем-то. И это настолько круто, потому что ты понимаешь, что уже самые обычные одежды там клетчатыми рубашками, штанами, ботинками можно натурально очень круто характер персонажей передать, и они еще разные все будут. Потому что, ну, когда рисуешь повседневную одежду, иногда фантазия стопорится, ты вот рисуешь всем персонажем то, что сам носишь. Это как вот, особенно в моей далекой юности было очень классно. Там, знаешь, все носили вот эти какие-нибудь, типа, гриндеры, и, типа, там, Мартинсы высокие, шнурованные, такие говнарские. В силе говнарии, да. Да, да, да. И вот у тебя все персонажи... И все персонажи в них ходят. То есть у тебя, по идее, вот, как бы, фокус внимания в повседневной одежде обычно стопорится на том, что ты сам носишь, потому что, ну, типа, а что еще? Там, историю костюма ты поизучал, 10 миллионов кринолинов можешь нарисовать, а на повседневной у тебя начинает вот лагать такое. И это очень крутая штука, как пример, как можно сделать это интересным. Ну, я этот арт-бук, естественно, как пейзажный воспринимала. Я там, знаешь, пролистываю этих скучных мужиков в рубашках и такая, боже мой, какие прекрасные композиции. Какой прекрасный. Там, там, да, кстати, очень круто. Я им его пользовала, когда пыталась, типа, училась сама делать тоже эти композы. Я, типа, скетчила, причем с текстурными кистями. И у меня одна из подборок, которые я делала, я себе темы там придумала. Вот, и у меня был вот такой город в постапокалипсисе, то есть, типа, урбанистика, какая-то, типа, небоскреба и вот заросшая, и все. Я вот просто взяла и арт-бук такой, типа, ну, окей, как вы это делаете? Ну, в общем, он очень полезный. Хотя игра мне не нравится. Я не должна была это сказать. Нет. У меня она тоже не очень нравится. Ну, я у нее даже не играла, так что она мне тем более не нравится. Не играла, но осуждаю, да, типичную позицию. Да, да. Мне стилистика не нравится. Я не люблю еще жутики, когда тебя там пугают. Ну, там, не то чтобы жутик, но такое. Короче, я не люблю нервные игры. Но задизайнены они, кстати, просто мега круто. То есть там вот эти люди-грибы, это, блин, это гениально. Я сейчас играю, кстати, в Одиссею все время всем рассказываю об этом. Я просто тащусь с того, как они офигенно все исторично делают. Это просто пипец. Там даже карту можно выключить в режим истории и все посмотреть. Просто все эти штуки, что я проходила в Мархии когда-то там 10 лет назад, они это все воплотили. Еще и по последним там данным историческим, что статую там красили, вешали на ней одежду и так далее. Они все это сделали. И это просто офигенно. Блин, это очень круто. Да. Вот, по поводу артбуков у меня есть еще Симон Сталинхак, который я выиграл в конкурсе. А вообще я не покупаю артбуки, я их не коллекционирую. То есть мне то, что достается случайно, то и остается у меня. Вот. Ну, то, что мне дарят. Вот это все. Мне он понравился, конечно. Естественно. Был бы странный, если бы мне не понравился. Симон Сталинхака. Вот его, может быть, я бы купил еще один, потому что, ну, там у него три пары, кажется, их. Он не все выкладывает в интернет. И, правда, он там столько описаний пишет, я столько не осилила английского текста, он прямо вообще там подводку такую придумал в своем мире. В общем, какую-то. Было бы интересно почитать с ним какое-то интервью, я не знаю, может где-то есть, где объясняется, откуда он берет время, каким он работает вообще. Работает ли он? Он один? Может, там несколько людей? Про подводки. Про подводки, кстати, очень круто. У меня есть артбук по Deus Ex. Он сам по себе как артбук, но он такой средненький, то есть он интересный, но ничего такого запрещения там нет. Но там есть очень крутые сведения про то, например, вы знаете, вот люди такие работают в казуальных играх и думают, такие, блин, вот нам тут зарезали, сказали, там графика не влезает, там туда-сюда, вот анимации столько нельзя, значит, все плохо. Ну вот в ААА, наверное, не так. А там, знаешь, они пишут, типа, ну вот, в общем, мы делали, короче, типа персонажей, сделали, значит, там какому-то персонажу 10 там всяких одежек классных, типа на разные части сюжета, круто, красиво. А нам пришли потом, как бы, наши там всякие геймдизайнеры-программисты и сказали, а у нас, короче, по одной модели на одного персонажа в принципе, извините, чуваки. И все. И знаешь, вот, и когда ты понимаешь, что у них на самом деле такие же проблемы, и ты думаешь, ну ладно. Да, да. Я вот играю сейчас в Одиссею, ну как бы, опять же вот к ней разгляну пейзажи, они офигенные, но видно же ограничения технические. Они офигенные, но дерево там одно и то же там и так далее и тому подобное, но все равно классно. Ничего не тормозит, багов очень мало. Я просто удивляюсь, там столько генерированных, случайных, бредовых ситуаций, которые сами по себе там сталкиваются, какая-нибудь коза, которая там внезапно поплыла в море и прочее, и не лагает. И нет багла какого-то критического. Я просто не понимаю, как они это делают. Ну это просто в технической точке зрения, а так-то мне именно старизм очень нравится. Я просто была сильно удивлена, что они так сделают. Вот. Ладно, про артбоки поговорили. И последний, крутой вопрос. Мне кажется, он забавный. Какой контингент индустрии? Я его так обозначила, он длинный текст. Александр Овцин спрашивает. Мне интересно будет послушать про обобщенную характеристику художника как класс. Бывают интеллигенты, бывает быдло, бывают обычные люди средненькое, ни рыб, ни мясо. Какие они? Я понимаю, может быть странный вопрос, там даже много текста, читаю еще. Сложилось впечатление, что там, ну, это в Спирасофте одни котики обитают, но паранойик внутри меня хочет усомниться в том, что все такие уж мяу, чтобы не строить иллюзии по поводу того, что вся индустрия такая. Какой же контингент в индустрии, Маша? Квалификация. Это восторг просто, вопрос лучше. Квалификация, я говорила. Да, да, да. Не, ну на самом деле, если мы говорим о геймдев вообще, то там на самом деле довольно мило. Вот. Именно как вот индустрии игр. Сейчас я вспомню пару человек. Не, ну на самом деле, то есть, из такого, что прям ужасно-ужасно, то есть, ну, довольно мило. То есть, люди такие, типа, эй, чуваки. Это же АйТи. Это же АйТи. Это не АйТи, это не рабочие настройки, не рубанком там, не бухают. Очень мало кто бухает у нас, по-моему, там по черным заболе. Там без девы, без девы бухают на конференциях. Ну, на конференциях они постоянно. А до конференции постоянно. Черт. Ладно. Теперь мы знаем. Это люди, это люди с больной печенью. но на самом деле нет, конечно, там. Вот, и все такие милые, такие, блин, давайте вместе соберемся после работы, поиграем на столочке в наши переговорки. Не, Бишута, кстати, на самом деле, довольно мило. Вот. Если художники, то есть, ну, то есть художники в геймдеве, они такие же, как остальной геймдев. Но я сейчас сразу скажу, что сиджи-тусовка и сиджи-тусовка геймдевы, это очень две разные довольно тусовки. И сиджи-художники, которые между собой вот варятся вот в этой вот тусе, короче, они там немножко оторваны от реальности. Вот русскоязычная, ну, то есть англоязычная международная тусовка художников, это просто супер мимими, это пони, радуги, там, натурально. То есть, у меня иногда кажется, что я когда с ними очень долго контактирую, слишком много в фейсбуке читая их постов, у меня попа слипается от сахара просто. Ну, то есть, нет, они очень клёвые. Вот, а русскоязычная тусовочка, она так и надо токсичностью отдаёт мощно. Вот разница культура, это дело не в профессии даже. Ты знаешь, при этом в геймдеве это не так заметно, вот когда ты работаешь с этими людьми каждый день, вот серьёзно. То есть, нет, там очень няшно, очень мило, там комфортно, никто там, не знаю, не токсичит, тебе с утра до ночи, не нормальная рабочая обстановка, там даже, даже в сторону мими-ми скорее. Вот, я честно признаюсь, что это больше всего просто на этом очень на контрасте заметно. Я из-за того, что когда работу нашла в геймдеве первый раз, у меня резко закончилось время на паблик и продолжается с каждым годом заканчиваться всё больше. То есть, и вот то, что было 4 года назад на самом деле у меня было очень много. И, короче, я, естественно, оторвалась довольно сильно от всей этой CG-тусовочки, от чатов, там, ещё от чего-то. Я, на самом деле, очень плохо сейчас представляю, что происходит вообще в массах. Да, что-то... Паника. Качай скилл. Ну, она всегда там происходит. Вот. И так я иногда, когда вылезаем как-то случайно и начинаю там кончат, мне кто-нибудь добавляет, я там начинаю что-то общаться и меня так накрывает вот этой вот волной неврозов там на тему качай скилла, то умрёшь. Вот. Это так тяжело, то есть, это натурально, ты живёшь в постоянном неврозе, над тем, что это дно. И, в принципе, все дно. И, ну, может быть, есть парочка не совсем, но, то есть, я как бы иногда читаю какие-то высказывания про других художников, какие-то жуткие анонимные срачи, в которых обсуждают друг друга, и у меня просто, у меня зашкаливает резко градус токсичности, и я перестаю всё это читать, возвращаясь обратно в повседневную жизнь, я просто хожу на работу, и там всё так няшно, мило и так далее. На самом деле, реально очень тяжело. И, ребята, если у вас есть... Кстати, да, есть такая действительно тенденция, что в чатиках очень часто начинается какая-то вот эта токсичность, при этом этого вообще нет на реальной работе. Там все адекватные общаются, ну, типа... Если вы думаете, что если вы вот там, типа, не знаю, недостаточно крутан, и вы всё время дно, и у вас не нравится, то у меня есть маленький спойлер, это не так. Вот. На самом деле, вот то, что там в сидже-тусовке кто-то сказал, что кто-то не крутан, или казуалка не крутая, или фотобаши-то зашквар, или ещё, ну, всё что угодно, в общем, да поставь всё что угодно. через пол-офис откричит, кто это говно прислал, да? Да. Или бывает? Нет, нет, нет. На самом деле нет. У меня такого не было, кстати. Если вам... Вам кажется, что если вы не подружились со всеми крутанами, там, типа, вас никуда не возьмут, спойлер, короче, это не так, это вообще никак не влияет на донатное устройство, это вообще никак не влияет на вашу дальнейшую карьеру, вообще никак, совсем-совсем-совсем-совсем никак. Ну, иногда влияет. Ну, это на самом деле влияет в первый раз. Ну, если ты только начинаешь, то да, может быть. Да, да. Вот как только ты туда попал, вот это самое главное, главное попасть. Ну, может быть, ещё в тех случаях, когда тебе очень хочется за границу всё-таки, это работа. А там, там все котики и так, там за границей все котики. Ну, то есть, они не будут тебе шеей, ни в любом случае. Ладно. Там нужно... Ну, то есть, нет, на самом деле... Короче, котики. У меня вот на этот вопрос ответ, типа, ну, это просто... Ну, рисование художника не делать каким-то особенным, мне кажется. Это просто одно из ремёсел. И как бы... Вот у вас сложился коллектив, допустим... Ну, ладно, вспоминая какой-то свой опыт, да. В одном коллективе, например, у меня были какие-то вот... Были такие... Больше какой-то мужиковатый, что ли. Они как-то не особо нас, так скажем, берегли почему-то. Сейчас, конечно, фем-настроение, они бы так себя, может, не вели, хрен его знает. Короче, сложилось так, что тупо стебать девушек, да. Не особо приятно. Но, с другой стороны, хочешь, не хочешь, ты либо соглашаешься с этим и уходишь, либо, ну, играешь в эту игру, стараешься там не обижаться и так далее. Потом в другом коллективе этого не было. В третьем там ещё что-то. Ну, то есть, могут быть какие-то такие подгонные камни, но это... Там даже не художники, это просто коллектив всего офиса. Это просто люди такие. Это люди, да. Может так сложиться, какая-то... Ну, то есть, может быть, токсичная атмосфера сложится за какого-то лидера мнений, который будет это давить, и это... Плевать, какая профессия. А может быть, наоборот, всё будет офигенно, потому что у всех там хорошие отношения. Ну, не знаю, вот последняя работа, где я работала в офисе, много лет, мы лет, да, у нас офигенный был коллектив, всех друг друга уважали, все взрослые, у всех детей, тем более... Ну, в том числе и это, мне кажется, влияет. Ни у кого нет никаких комплексов. Никто не пытается там как-то за счёт другого выехать, всё только, ну, радуются за прогресс друг друга. Ну, логичное взрослое отношение, мне кажется, в таком коллективе рабочем, когда ты не завидуешь и радуешься. Ну, конечно, есть элемент зависти, то, естественно, если что-то круто сделано, но это такая белая зависть, типа, о, если он смог, то я там смогу, может быть. Или там, о, он крутан, но я в этой области вообще не буду, поэтому, ну, типа, просто порадоваться за человека. Я вот про это в основном, как-то, потому что, да, воспитание. Короче, человек может, с одной стороны, выдохнуть, типа, что все котики, а с другой стороны, он может пороться в итоге, но не котиков по закону подлости и подумать, что весь гимнедеев такой. Нет, это просто люди. Там, если тебе не зайдёт какой-то коллектив, выходишь оттуда, например, если ты не можешь с этим смириться. Да, да, в любой профессии. И ищешь себе дружную, если это очень важно. Тебе, может быть, не важно. Ну, типа, плевать, ты делаешь работу. Ну, да. И что там, как люди общаются, там, перетирают кости или нет кому-то, если это женский коллектив с бухгалтерами какими. Например. Там часто любят что-то такое, перетирание костей. Или там, я не знаю, блин, я вспоминаю, на самом деле, сейчас так не только работа, а просто свою жизнь. Что было в институте, какие там коллективы складывались. Там, что-то мне нравилось, что-то не нравилось. Ну, это нормально. Просто это разные социальные группы, которые сами по себе складываются. Ты либо вписываешься в них, либо нет, либо находишь свое, организуешь, например, или уходишь. Это нормально. Да. В целом, чаты очень разные, например, да, и спишут в деликах. Да, конечно. Зависит от... Мы, кстати, в последних деликах сделали два чата, как бы два чата, а потом выяснилось, что одним весело и клево спамить, а другим нет. Флудить. И мы сделали, еще разбились, все равно на четыре, написали молчаливая арта и молчаливая CG-Альянс. Тоже забавно получилось. Все счастливы. Те, кто не хочет трепаться, тебе молчат, да? Если надоело, можно переметнуться. Ну да. Ну все, все мы обсудили вроде, все круто, все, что могли. Сказали, работу посмотрели. Тогда будем закругляться, было очень круто. Я от тебя очень много всего узнала, на самом деле. Валка может быть полезной просто, да. Ну конечно, я так и думала, что я чего-то не знаю, блин, как всегда. В любом общении даже с учениками выясняется потом. Про SRGB, например, интересная информация и так далее. Короче, круто. Я надеюсь, что вам тоже был очень полезен этот стрим. Вот. И было нескучно, я постаралась как-то его разнообразить. Всем тогда приятного вечера и нетрудной рабочей недели, так сказать. Это да. Да. Ну ладно, тогда пока. Да, всем пока.